Иногда один разговор с человеком может изменить его жизнь кардинально. Типа вы учите-учите, но и... Ну и ты всю жизнь учишь. Есть ли в этом смысл обучаться? Подавляющее большинство моего окружения настоящих монтажников вообще никакого образования не имеют. Ты до 25 лет дожил, ты не умер, ты не голодный, ну и всё нормально, зачем тебе это? Моя жизнь, она, это ролевые модели людей, которые были рядом со мной. Но я просто препод, всё равно как ни крути. Пророков на родине не бывает, да. Сколько бы ты вообще, в принципе, человеку денег не давал, должности бы не накалывал и так далее, он не будет хорошо работать, пока это не станет его личным делом. Две тысячи сообщений, две тысячи сообщений, мужики. Я сегодня не буду максимально критиковать образование ни в коем случае. Всегда нужно учиться, в любом возрасте. Когда это проходит, всё, ты потом не вобьёшь ничего. А в советское время у нас как было? Вот типа второй, третий, четвёртый, пятый, шестой разряд. Почему мы сейчас не можем это сделать? Потому что когда это была предыдущая модель управления, мы, грубо говоря, все были в одной огромной организации по названию Советский Союз. Всем привет! Мы снова, наша рубрика подкасты «Люди, дело» и сегодня у нас очень интересный персонаж открытия прошлого года моего. Это Сергей Усиков, кандидат наук, доцент кафедры теплогазоснабжения МГСУ. Короче, серьёзный чувак. Здоров, Серый. Здоров. Вот. Мы с ним провели очень много времени вместе. И сегодня тема будет про образование. Как и что. Мы занимаемся сейчас академией вместе. Это наш партнёр по академии монтажников. Об этом будет отдельное видео, поэтому смотрите. Вы слышите про то, о чём мы говорим с Сергеем. На самом деле я занимаюсь проектом ОВКС, это Академия монтажников, уже больше года. И мы сделали колоссальный прорыв в индустрии, я в этом убеждён. Я сейчас не буду вам рассказывать, насколько круто и что мы сделали. Я просто хочу показать вам отзывы людей, которые получили свидетельство о профессии. Добрый день, меня зовут Денис. Познакомился я, значит, на выставке Акватерм. Познакомился с командой ОВКС. Ну, вообще я айтишник, но я занимаюсь строительством дома и строю всё сам. Спустился на бакалавриате ТГВ, сейчас в магистратуре ТГВ. Я инженер-проектировщик. Так называемый был курс в университете, но это было очень далеко от реальности. Я делал свою работу, и я считал, что я её делаю правильно, абсолютно правильно. И никто меня не мог убедить в обратном. Но когда ребята опытные мне подсказали, рассказали свои боли и лишения, что через они прошли, я понял, что я делал, ну, половину неправильно. И мы столкнулись с тем, что нам необходимы знания для того, чтобы полноценно выпускать документацию, крутую делать, и потом мы решили углубиться в монтаж. Мне почти 40. Где-то, наверное, с 25 начал так профессионально заниматься. Я вот уже 15 лет работаю сантехником, и вы так делаете? Ну, раньше такого не было. И когда, наконец-то, Виталян анонсировал, да, вот, ребята, вот есть академия ОВКС. Я говорю, что я там нового найду для себя, я уже сам больше 10 лет работаю. Чего вы нового мне дадите? С бытовой сантехникой я как-то сталкиваюсь, а вот с таким, с инженеркой, серьёзный нет. Я бы сказал, совершенно другой подход, интересного, ну да, и чуть поменялось мировоззрение. Как оно должно быть на самом деле? Зашёл автобус, сел, включил курс, а мне уже, так, конечно, выходим. То есть они пролетают очень быстро. В теории много каких-то таких секретных фишек, которые раньше не знал. Потом узнал, например, были у меня какие-то знания, которые были разрознены, как пазл. И они в итоге у меня сошлись в красивую мозаику, в красивую картинку, которая вот мне даётся теперь уже легко. На практике были ребята, которые тоже моего возраста, и я думаю, они не пожалели. Сами модули, ну, интересно была практическая часть, как там уже собирали по факту. Совершенно другой уровень. Я понял, что это в принципе несложно. Я не понимал, кто я вообще в этом рынке. Была одна цель – урвать объект, его сделать, заработать какие-то финансовые средства для проживания, для пропитания. Но теперь я понимаю, что можно этих денег добиться намного проще, заработать намного быстрее, ну, и квалификация не в первую очередь. То есть уже появилась у меня в голове сита, через которое будут проходить клиенты. Отдельные части какие-то я понимал, даже работал с некоторыми материалами, но в целом я в голове себе не мог устроить вот эту вот полную картину. Курс очень сильный, очень сокращает времени. Опять же, послушал информацию, послушал спикеров, да, есть нюансы. Для себя выделил огромное количество информации, там, да, дополнительно которых хотел, вопросы задал. Вот, потому что, как говорят, самый глупый вопрос – незаданный вопрос. Мне сейчас 20, и если я сейчас не начну заниматься своим образованием и не буду развиваться, то в 30, там, в 40 лет это будет максимально тяжело. Ну, очень много в руках подержал классного инструмента, которого, ну, до которого я пока не мог дотянуться даже. Свидетельство, значит, да, о чем могу года сообщить. Ну, а более подробно можете узнать по ссылке в описании. Просто ставьте заявку, и вам перезвонит наш отдел сопровождения, и все расскажет. Так вот, и мы сделали срез, и мы поняли, что сейчас, на данный момент, вот у нас в Академии, там, определенное количество людей, их достаточное количество, чтобы сделать срез, и средний возраст – 37 лет. Вот в течение года я занимаюсь проектом Академия, и у нас все участники Академии 37 лет. Вот как бы вот. Как сейчас, что происходит на рынке вот образования? Ну, мы сейчас говорим про не монтажников, не среднее там специальное, не техническое, а вот высшее образование. Ну, давай начнем с того, что я сегодня не буду максимально критиковать образование ни в коем случае. Неестественно. Потому что если ты в чем-то сам участвуешь, и еще это критикую, что это не совсем справедливо. Ну, типа, если тебе это не нравится, значит, уходи оттуда. Сейчас немножко перебью, извини, sorry, 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 sorry. Мы сейчас немножко, мы говорим, что Сергей носитель фундаментальных знаний. Когда нам нужно что-то, вот о чем бы шла речь там в вентиляции, в отоплении, в кондиционировании, мы задаем ему вопрос. И он обладает фундаментальными знаниями. А с другой стороны у нас есть монтажники, да, вот что тебе, вот Сергей и наш Виталян, многие знают, и еще другие ребята, они когда вместе встретились, произошел такой некий симбиоз очень хороший. То есть это ночами до 12 часов ночи, до 5, да с каким утром сам снимали? Думаю, там, каждый день по-разному. Да, 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 да. То есть это было сутками, и это была крутая синергия. Вот так, ну просто. Поэтому мы говорим о том, что существует всегда два типа образования, да, фундаментальное образование, которое, без которого прикладного тоже не может быть. Но так часто получилось, что у нас пропасть получилась между фундаментальными знаниями. Ну, смотри, я на самом деле тоже немного вещь такая, что у нас есть фундаментальные науки, это физика, математика, химия и так далее. И я все-таки представляю именно не прямо вот самые-самые фундаментальные, я представляю технические. Я же кандидат технических, но у нас технические, логично. А технические, это как бы такой срез между именно наукой и практикой, который уже поясняется, когда нам нужно перейти в какую-то определенную специфику, например, в строительство. И вот там уже ты должен знать и фундаменталку, и прикладывать свои знания к практике. Отсюда и наука у нас тоже не фундаментальная, вот, поэтому она имеет свои особенности. Вот, но фишка в том, что мы все равно образование, и мы все равно высшее образование. А значит, вместе с нами не только строители, это у нас и философы, и физики, и историки, и так далее. И мы все подчиняемся одним и тем же правилам. Хотя, понятно, что строительная отрасль для нас совсем другая. И есть прямо вот свои особенности в воспитании будущих специалистов. Поэтому, с одной стороны, мы представляем как бы общее понятие образования, с другой стороны, это все-таки, ну, наша строительная отрасль, которую мы должны развивать. В итоге, из-за этого симпиоза, что мы и то, и то, нам приходится удовлетворять запросы и Министерства строительства, и Министерства науки и высшего образования. Ну, сейчас, секундочку, то есть, по большей части МГСУ выпускает кого? Проектировщиков. Да-да, вот я как раз к этому хотел сказать, что вообще наша основная задача, да, на это подготовить специалистов. Но все любят говорить только проектировщиков. Нет, на самом деле мы готовим проектировщиков, мы готовим управленцев. В МГСУ есть много различных специальностей, но основной поток, 85%, это действительно проектировщики и будущие, может быть, инженеры по эксплуатации. Но инженеры, не которые часто сами, как рабочие руки, да, вот называют их обидно так, голубыми воротничками, вот, или синими воротничками, которые, а именно те вот, которые, ну, там сидят, управляют командой, тех, кто будет проводить ремонт, эксплуатацию объекта, и вот как бы мы вот должны их приготовить. И тут остается очень много вопросов, что, с одной стороны, а... А что такое эксплуатация объектов? Вот что на кафедре я слышал просто, что это означает? Ну, эксплуатация объектов, на самом деле, это не только к нашей кафедре относится, это относится ко всему строительству, потому что при эксплуатации ты должен выполнять работы осмотра строительных конструкций, осмотра лифтового оборудования, электрооборудования, в том числе инженерных систем, отопления, витиляции, водоснабжения. И вот само понятие эксплуатации, оно очень достаточно широкое, потому что если мы говорим про эксплуатацию, например, отдельного здания жилого, то это то, что я перечислил. А еще у нас в эксплуатацию жилищно-коммунального хозяйства входит обслуживание котельных, тепловых сетей, систем газоснабжения. И вот этим всем тоже нужно заведовать. Кстати, сразу цифру скажу. Вчера, не знаю, как мы по видео, да, говорить сегодня или вчера, вот, когда оно выйдет. Но по нашим датам, короче, вышла статья, где написано, что дефицит работников только ЖКХ, только ЖКХ, 90 тысяч. Сегодня 1 марта. Сегодня 1 марта, вчера вышла эта статья. 90 тысяч. Что это такое? Ну, это вроде кажется немного, да, у нас страна столько миллионов, не хватает только 90 тысяч. Но если подумать, сколько выпускает отрасль специалистов в вузах и в техникумах, вот для сравнения, если мы говорим про Московский эксплуатационный университет, где я работаю, то мы с точки зрения ЖКХ выпускаем, наверное, 4 основных профиля. Это теплогазоснабжение и вентиляция, это водоснабжение и водоотведение, у нас есть отдельная кафедра жилищно-коммунального комплекса в строительстве и еще механизация, которая отдельно говорит еще о лифтовых конструкциях. И в целом в год мы выпускаем в сумме примерно 350 кого-то. Мы сейчас поговорим, кто это такие бакалавры, там специалиста нет. 350. Техникумы московские выпускают примерно, вот я опять же сегодня поднимал статистику, смотрел, еще где-то 200, ну может быть 250 специалистов. Так мало? Да, в Москве. И в итоге мы получаем специалистов ЖКХ, которые уходят, простите, отопление, вентиляция, кондиционирование, газ, водоснабжение, водоотведение, как я сказал, лифтовые конструкции и так далее, 600 специалистов в год. Это Москва. Это Москва. Если мы возьмем пообщей, скажем, что, ну пусть это будет примерно 3000 человек в год выпускается во всех, то есть у нас 600, да, и по всей России может быть в сумме в идеале просто это 3000. И можно разделить просто 90 тысяч на 3000 и поймем, через сколько лет мы закроем этот дефицит, если никто не будет вымирать. Это 30 лет, то есть за 30 лет у нас уже поколение меняется, нужно снова кого-то готовить. Короче, мы никогда с такими темпами не закроем потребность жилищно-коммунального комплекса. Это только ЖКХ. Только ЖКХ. Не говори про поселки. Мы вообще там не говорим про там ремонт и квартир и тому подобное. Абсолютно. И я уверен, что вот этот недостаток, который нам сказал министр, он на самом деле вряд ли учитывает частный рынок. Те же квартиры, жилые здания, потому что там как бы это такое поле не очень, которое хорошо можно оценить, сидя в кабинете. Окей. И кого мы выпускаем? Ты так и сказал, вот кого-то выпускаем. Да, и вот тебе давайте это услышать. Кого мы выпускаем? Разбираться, да, вот мы же перешли там в свое время на балансскую систему, бакалавриат, магистратура, еще где-то был специалитет, ну, раньше был специалитет, потом в каких-то профилях остались. И стоит вопрос, а зачем мы это делали, да, почему мы так переходили? Опять же, тут никакой критики от меня точно не будет, потому что это этап, который мы сделали, и который нужно было делать, видимо. Потому что так, вот, у нас такой был путь. Соответственно, идея общая была... Что такое баланская система, я не понял. Баланская система? Ну, вот я не знаю, что понимаю, вкратце и буквально так вот быстро. Грубо говоря, есть мировая система образования, которая включает в себя определенные стадийности твоего развития, как в высшем образовании, условно. Вот, там есть степень бакалавриата, когда ты получаешь какие-то базовые знания, потом степень магистра, когда ты вроде как должен заниматься наукой какой-то. Вот, и потом, если это надо, еще идешь дальше, как условно, в аспирантуру и получаешь степень PHD, у них называется. Ну, у нас она двухстадийная тоже, кандидат наук и, соответственно, профессор, ну, доктор синистом наук. Вот, и, соответственно, вот эта баланская система предусматривала, что четыре года первые, когда ты бакалавр, ты не обучаешься никакой профессии абсолютно. Ты просто получаешь какое-то образование, это еще одна школа. Ну, в целом, может быть, она сориентирована на какую-то более узкую область. Например, там, ты пошел в бакалавриат по философии или, там, по физике, и вот ты вот улучшаешь себя в этом. После этого, если ты понял, что ты хочешь стать несколько сильнее, тебе интереснее в науку пойти или что-то изучить процессы, ты идешь в магистратуру и делаешь какой-то результат. И после этого ты уже можешь идти в науку. Как это у нас произошло, когда встраивалась в нашу систему? У нас был специалитет, и мы учились, соответственно, пять лет и так далее. Пришла повесточка, что надо сделать бакалавриат и магистратуру разбить, значит, пять лет на четыре года, и потом два в магистратуре, кто захочет. Понятно, что мы не имеем права, ну, на самом деле, просто нет такой возможности учить человека чему-то из области, и потом он через четыре года выберет себе какую-то специальность и пойдет точнее. Поэтому было такое негласное решение среди вузов продолжить обучение как специалиста, но только уже в течение четырех лет. И ты в четырех лет сжал курс и пытаешься сделать того же самого специалиста. Может быть, что-то ему не договаривая как профессионалу, но для этого он может прийти в магистратуру, и потом ты его доучишь. И очень важное отличие магистратуры. У нас магистратура, она также осталась профильной. То есть, опять же, это не какая-то наука, хотя это очень большой дуализм в документах, которые были от министерства, что мы должны вроде как давать им научную часть и развести научную работу, но вроде как это же практики, а значит, надо какая-то конкретная. И в итоге вот этот дуализм привел к тому, что магистратура есть, но она тоже в такой специфичной форме. Для чего это было нужно? Чтобы наши студенты встраивались в мировую систему образования. У них так, у нас так, и, соответственно, он у нас может закончить бакалавриат и в магистратуру уехать в другую страну. Или наоборот, кто-нибудь из их страны вдруг закончил бакалавриат и хочет в Россию приехать, изучить магистратуру в строительной отрасли. Но нас условно туда так и не приняли, в нашу страну, и в итоге ни одного договора не было заключено, только, может быть, с отдельными вузами, что вот можно, что наши дипломы бакалавра признаются за рубежом, точнее в Европе. Соответственно, этой системы не произошло, и сейчас непонятно, что делать, потому что вряд ли мы с ними будем в ближайшее время так близко сотрудничать, а специалисты нам все равно нужны. Вот, опять же, буквально несколько дней назад выступление нашего, вот, он сказал, что мы плавно переходим к специалитету. Насколько плавно, непонятно, знаю, ну, как нам говорят, плавно, значит, это завтра уже, вот, ну, посмотрим, как будет. Возможно, мы будем возвращаться обратно к этой системе. И вот, соответственно, встает вопрос, а кто же вот эти вот бакалавры, которые мы сейчас получаем, и пока что учим, то, что мы пока в этой системе. Будут ли они специалисты? То есть это примерно 23 года, да, они выходят, сколько им лет примерно? Ну, получается, если ты в вуз пришел в 18, 4 года отучился где-то 22, и потом еще 2 года, в 24 ты закончил еще магистратуру, если захотел. И вот примерно в 24 не мог выходить. Вот. Я, например, закончил в 21, хотя я был специалистом, но чуть-чуть там пораньше пришел и так далее. И это дало очень большую возможность мне уже раньше вступить в профессию. Хотя я отучился тоже сам 5 лет. И, опять же, вот это небольшое преимущество для специалитета, что не надо размазать. Вот. Короче, кто же такие все-таки бакалавры? Бакалавры – это те специалисты, которых мы пытаемся выпустить за это определенное время. Но, к сожалению, мы не успеваем этого тоже делать качественно, несмотря на то, что всего лишь нам, ну, вроде как год убрали, мы могли бы как-то поужаться, убрать действительно что-то лишнее. Вот. Но дело в том, что мы, как я говорил в самом начале, привязаны к министерству образования. А министерство образования есть свои определенные цели по тому, как идет образование в стране. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что есть какие-то тренды, которые нужно, в общем-то, соблюдать. И тут я расскажу историю, которую я очень люблю всем рассказывать. И что было четыре года назад? Четыре года назад нам прилетела задача, что мы должны в каждую дисциплину и во всех наших учебных программах говорить про коррупцию. Обязательно. В каждой дисциплине должна быть тема по коррупции. Как это плохо и так далее. Ну, я понимаю, это плохо, это важно, об этом надо говорить. Но как в дисциплине и отоплении я буду говорить про коррупцию. Вот это, короче, спорный вопрос. Для меня до сих пор загадка. Я, конечно, там придумываю, что спецификации надо просто грамотно составлять, не идти на поводу там у фирм-производителей. Хотя это тоже, на самом деле, рыночная экономика, тут ничего не сделать. Это было четыре года назад. Потом нам сказали, что нужно всех студентов, опять же, даже ко всем относятся, нужно срочно воспитывать. Ну, они такие невоспитанные, видимо, невоспитанные, надо что-то делать. И мы включили в их нагрузку, в том, что они учатся, дополнительные там мероприятия по воспитанию, где они должны ходить на различные мероприятия. Воспитание, в смысле воспитания чего? Патриотизма. Патриотизма, духовная, там прям 10 пунктов, которые мы должны в них развивать. Вот, общение с коллективом и так далее. Ну, такие, ну, надо включить, окей, включили. Потом, два года назад, нам сказали, что теперь надо всем изучать IT. Все должны быть, видимо, программистами. И мы восприняли это с нескольким дискомфортом, не потому что это что-то новое. На самом деле мы студентов и так учим достаточно много к программному обеспечению. Они с ним работают, потому что современный строитель, проектировщик, он всегда работает с компьютером. Это не Кульман, который он там взял, начертил, и такие идут процессы. И, в принципе, для нас компьютерные технологии – это важная составляющая. Но навязывание пришло такое, что они должны стать еще и программистами. И теперь наш студент изучает искусственный интеллект, они изучают, соответственно, работу с большими данными, программирование на питон. Важная вещь. Опять же, я чуть позже скажу, потому что некоторые мои выпускники этим сами начали заниматься, они к этому пришли, что им надо. Но мы просто понимаем, насколько мы сейчас нагружаем студента, уже сейчас, и уменьшаем профильные дисциплины. И, соответственно, последнее добавление, которое уже пришло в этом году, добавились и снова военной подготовки. То есть, опять же, мы еще немного подужались, хотя в этот раз не уменьшили наши часы, просто увеличили нагрузку на студента. В итоге встает вопрос, да, вот даже если мы возьмем весь учебный план, то это примерно, ну, таких 240 зачетных единиц, я сейчас не буду говорить, что это такое, кто знает, кто знает, ну, какая-то нагрузка. И из них только примерно 90 уходит только на профессию, которую мы учим, из 240. Встает вопрос, да, что мы все-таки сможем из этого человека сделать. И мы еще можем сделать из него что-то за это время. Действительно, мы получим хорошего специалиста, но теперь я точно скажу, что это будет уже проектировщик. Причем проектировщик, который знает определенные типовые решения, готов применять программное обеспечение, и на этом все. Вот он, его поставили к станку, он сядет за компьютер и сможет выдать достаточно хороший результат. Ну, или удовлетворительный результат. Получается, что, в принципе, стезю проектировщиков мы можем закрыть. И вузы этим занимаются, хотя спрос, конечно, колоссальный. Вот у меня есть канал для моих студентов, ну, именно просто чатик для них, и в течение месяца я туда выкладываю 5 вакансий. Постоянно? Постоянно, каждый месяц у меня 5 вакансий, мне пролетает от моих знакомых, уже выпускников или так далее, с фирм, и я постоянно выкладываю. То есть студенты, уже очень редкие студенты 4 курса не работают, и примерно 50% 3 курса работает у нас, потому что настолько нужны руки, вот настолько не хватает специалистов. Но, опять же, мы, я хочу ограничить на том, что это работа проектировщиков. И проектировщик, который занимается проектами, он на самом деле должен очень хорошо разбираться-то и в монтажных делах. И вот тут стоит вопрос, а мы даем ему ту информацию, которую он должен получить? С одной стороны, мы обязательно проводим определенные практики. Летом они идут, месяц монтажную практику проходят, производственная практика, где они монтируют. Ну, скажем так, мы отправляем практически всех на реальные фирмы, может быть, процентов 80, реально проходит монтаж, что-то делают руками. Понятно, девочек так особо не нагружает, но парни делают. Но это месяц, за 4 года обучения, которые они видят. То есть у вас какие-то с кем-то договоры, типа с пиком или с кем? Да, да, с крупными строительными организациями, куда мы отправляем. Но это только один месяц, потому что следующее лето у них уже практика производственная для проектировщиков. И они уже проектируют, то есть они месяц покрутились. За месяц они технику безопасности, в лучшем случае, поймут. Если мы еще их расскажем. А ведь на самом деле этот отрыв очень важен. И на самом деле не только проектировщику нужно поднимать монтажника, но и монтажника нужно поднимать проектировщика. И несмотря на то, что у меня какой-то опыт монтажа есть, я когда начал общаться с тем же самым Виталяном, это все с вами, я чистейший кайф испытываю, потому что это то самое взаимодействие, которое должно происходить. Собственно, вот такая вот примерно повестка у нас сейчас по оброзванию. Окей, это проектировщики о монтажнике. Где их учить? Да. Да нигде. Давай тут еще разобьем такой момент, который я хотел тоже сказать. Вот ты знаешь, да, министерство образования не существует на самом деле. У нас есть министерство науки и высшего образования и есть министерство просвещения. Вот министерство просвещения занимается школами, техникум и колледжами, а министерство науки и высшего образования – институтами и всякими ним. И теперь смотри, мы говорим, что вообще рабочие люди, да, они должны у нас выходить в техникум и колледжи, Но они относятся совсем к другому министерству. И получается, что они играют уже по каким-то другим своим правилам. И для них есть свое навязывание, которое им дает это министерство. А мы должны, как я говорил, должны сделать это взаимодействие. И мы, получается, никак не взаимодействуем с техникумом. Смотри, как я это вижу. Я вижу это следующим образом, что с одной стороны у нас есть институты, с другой стороны у нас есть колледжи, ПТУ и так далее. И получается, человек, который выходит из ПТУ, типа сантехник, сварщик, электрик, повар и так далее. Ну окей, ладно, возьмем только на одну. Профессии строительные. Он готов для того, чтобы его взяли в ЖКХ на должности, типа ученика, подсобника и так далее. То есть в самостоятельной работе где-то на реальных объектах он не готов. Если я уже молчу про заводы, пароходы и так далее, это как раз такие люди, которые уходят из института, типа проектировщики, инженеры и так далее. Они сделаны для вот этих всех больших заводов, больших каких-то электростанций, пароходов, нефтянки и так далее. То есть по большей части, вот кого я знаю, кто закончил, потому что много пацанов-электриков, они сразу езжают на север, там начинают тянуть и так далее. А между двумя вот этими, скажем так, ПТУ-институтами есть большая пропасть. Это частные дома, квартиры. Где-то просто ЖКХ, кто идет в ЖКХ работают, не обслуживают, что подъезды. Ну подъезды, теплосети, все такое, больших городов и так далее. Но про частный рынок мы вообще говорим. То есть вот здесь получается такая огромная пропасть, между которой пропастью существуют некоторые точки всевозможных производителей. У меня были ребята на подкасте, но звучала такая фраза, что рынок образования монтажников в России делают частные компании. Ну типа там, можем называть, можем нет, всевозможные, Бакси, ТЦ, Рихао и другие академии, которые есть. Но вот эти другие академии, они заложники своего продукта. Сукна бренда. Да, они не имеют права. То есть они не имеют права. И получается так, что где брать вот эти знания, мне, допустим, было непонятно. И я поэтому акцентировал вначале, что средний возраст 37 лет, потому что я вижу даже по своей, по моим ребятам, кто у меня работает, кто работает у соседних там всевозможных компаний. Это все взрослые, очень взрослые ребята. Это типа вот 20-летних ребят не бывает. А если и бывают, они либо какие-то супергении, один на большое количество там людей, либо просто они вот выполняют такие роли, ну простые. Как бы и все. У нас вот голодание сумасшедшее, поэтому культуры, конечно, нет. Вот это самое большое камень преткновения и даже и в высшем образовании, и в средне техническом престиж. Где мы научились? Мы в 30, вот ты понимаешь, как ты, когда мне было там 21, 22, даже 25, я там за объекты хватался легко. А потом, чем ты старше становишься, ты уже обжегся там, 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 и ты медленно трогаешь, такой аккуратненько. И где-то примерно в 35 ты можешь назвать себя, ну вот, монтажником, как бы, ну. А это уже, а в 40, так уже другими вещами нужно заниматься, как бы, ну не монтажом. А у нас получается, что вот так в России кто дорос, кто не стал, как добычей коршунов, как говорит Виталян. Нет, ты правильно говоришь, на самом деле, вот, если мы вообще посмотрим историю, как создавались вузы и так далее, это не то, что это было, типа, сверху государство сказала, нужно обучить столько-то. Это мы просто к этому пришли. На самом деле все образовательные организации, они строились из того, что есть какое-то сообщество, ну, например, строители опять возьмем, и вот у нас есть кто условно таскает мешки, есть кто возводит здания, а есть кто их продумывает, ну, типа архитектор. Да. И, ну, вроде как мы более-менее не работаем. Потом, понятно, что естественным отбором количество архитекторов, там, умирают и так далее, нужно делать какую-то смену. Или объемы стройки растут, нужно кого-то обучать. И тогда получается, как изначально вот эти организации шли. Они берут к себе человека, который не разбирается, они его сами обучают, но пока его обучают... Откуда они выберут? Просто с улицы? Просто вообще нулевого. Просто. Без даже там... Он мешки таскал, теперь вот мы тебя сейчас научим архитектором, грубо говоря. Ну, я говорю еще про более ранние стадии. Вот. И получается, тот архитектор, который должен был его научить, он при этом не мог сам возводить объект, продумывать его, потому что он обучает человека. Соответственно, чтобы не был непрерывный процесс, и человек уже не нулевый приходил без мешок, который таскал, а уже что-то знал, эти организации складывались и создавали образовательные организации. Эти образовательные организации, в них приходил специалист, которого отрывали от производства в честь того, что он должен показывать и рассказывать, обучать людей. Да, этот человек немного начинал терять практику. Ну, любой из нас, да, который... Когда ты занимаешься монтажом, 24 на 7, ты профессионал, потом ты чуть-чуть меняешься в область, ты уже не будешь таким классным, если ты дальше. И с образованием то же самое. То есть, получается, это человек, который отрывают, который мог быть реально классным профессионалом, но его тоже знания потихоньку будут уходить. Потому что вот он прям вот сейчас, это 24 на 7 делает. Но в угоду этого он обучает людей, дает им знания базовые, которые уже приходят на нужные объекты, и организации говорят, блин, а он уже что-то знает. Да, нам нужно его чуть-чуть, может быть, подправить, под нашу структуру подучить, но он уже будет. И вот это на самом деле самая главная задача образования. Вот она отсюда строилась. Потом, да, уже обросла бюрократия, стали огромные университеты. У больших компаний, по всех есть корп университеты. То есть, которые свои, ты приходишь к ним на любую должность, и ты там должен пройти определенное, я уже молчу про большие, там типа госпланы. Да, но тебя не возьмут, если ты совсем нулевый. Да, да. Тебя возьмут, если у тебя уже диплом есть. База какая должна быть? То есть, у тебя должна быть базовая. Ты должен говорить на одном языке. Вот ты говоришь про проектировщиков, смотри. Большая часть проектов, которые я видел, они являются проектами, проекты для проектов, я их так называю. Ты смотришь на проект, и ты видишь, ну, грубо говоря, какое там сечение трубы, ты видишь там, какие должны быть там, не знаю, автоматы и так далее, ну, много чего. Но это как однолинейная схема, да, однолинейная схема, конечно, хороша, и там без этого не почитать, но а как сделать сама инструкция, она совершенно должна быть другой. Вот я видел, мне показывали ребята в Германии, у них есть проект, вот как мы привыкли, и есть проект, прям техническое такое ТЗ для монтажника. И они абсолютно по-разному выглядят, они абсолютно разные. У нас к этому есть какие-то подвижки? Вообще, мне просто вот интересно. Нет, у нас есть такая структура. Как это называется в России? Это же такой же есть? Да, 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 да. У нас есть стадия П проектирования, стадия П и стадия Р, это рабочая документация. Вот стадия П, это первые прикидки и согласования с экспертизой, а Р это уже для монтажника. То есть это та самая инструкция подробная с узлами конкретными, которые он должен сделать. У нас такой подход есть, да. Другое дело, что со временем... Я их очень мало просто видел, если честно. Ну, нет, она вот в крупном строительстве, она есть. Единственное, что я могу сказать, что эти стадии начинают сейчас активно сливаться вместе. Потому что мы переходим в 3D-моделирование, биомтехнологии, Revit и так далее. И понятно, что рисовать тебе сначала стадию П в одну линию, чтобы потом типа перерисовать в 3D, это смысла нет. И уже многие фирмы прям подходят к тому, что делают сразу рабочую документацию. Просто какие-то разделы не дают. А у вас на факультете такому учат? Ну, обязательно. Ну, это наша основная вещь. Вот. И, собственно, я хочу сказать, что немного мы все подразросли бюрократии. Если мы говорим, что нам нужны прям специалисты, которые придут на стройку, начнут работать, и это монтажники, это проектировщики, то нужно все-таки ближе быть к обществу реальных профессионалов. Опять же, это, ну, вроде как мы вуз, мы с крупными организациями взаимодействуем, это тоже здорово, там, с теми, с теми. Но взаимодействуем мы как? Руководство одно, взаимодействует с руководством другое, которое на самом деле тоже от этого все отрывит. Отрывит. А самое клевое, это было бы звать именно специалистов с предприятий, которые реально работают в вуз, и они бы рассказывали студентам, что они делают. Как-то делать и преподавать разные вещи. И вот тут начинаются проблемы. В этом году мы позвали некоторых людей, которые классные практики. Мой друг там приходил, позвали еще одного классного изобретателя, и мы столкнулись с кафедрой большой проблемой. Они не могут, не могут читать. Они не могут читать материал, потому что они классные специалисты, но подать, сформулировать его не могут. Ну, это некоторые. А некоторые не могут даже пройти через бюрократическую машину, регистрано, трудоустройство. Надо пройти на трудоустройство. Потому что мой знакомый, он пришел, он директор фирмы по газоснабжению, у него своя фирма. Собо безопасности не пустила, да, или что? Нет, он приходил несколько раз, ему говорили, эта бумажка не та, это надо переделать, а это потом. Такой хаос бюрократический, что он сказал, ребят, ну типа, вы, я буду зарабатывать меньше за этот день, который к вам буду приходить. Я не могу даже трудоустроиться. Я потерял кучу времени на этой бумажке. Так, конечно, я не буду этим заниматься. А ведь на самом деле... Мотивации нет. Да, мотивация. А ведь денежную это очень сложно сделать, потому что преподаватель вряд ли будет зарабатывать больше, чем генеральный директор, практик, генеральный директор. Вот, и если он сюда придет, то только за какой-то мотивацией, то, что он хочет что-то рассказать. Или набрать себе специалистов, или войти вот в это общество студентов, которые потом тоже станут профессионалами, и он будет с ними работать. Вот. Но вот эти вот затыки в плане низкой зарплаты и очень сложной бюрократической машины нас все время отрывают еще дальше от специалистов. А сказать специалисту, слушай, все, хватит тебе работать, приходи нам в универ, будешь на всю ставку преподавать, это можно. Но, опять же, мы приходим к тому, что все требования, которые есть к специалистам, это степень. Да, ученая степень. И стоит вопрос, подождите, мы же взяли человека практика, а мы не можем дать ему хорошую должность, дать хороший оклад, потому что он не ученый. И, опять же, вот тут появляется самый дуализм, что вроде как бы мы с вами высшее образование, но вообще-то мы отраслевики. И так кто на сцене? Ученый, который написал какой-то труд там, который, может быть, даже никто не прочитал? Или все-таки специалист, который проработал 15-20 лет? Ну вот. А этому специалисту просто нерационально идти. Ну и плюс мы тоже не уверены, что он будет подавать правильный материал. Вот это вот прям такая больная тема профессионального образования. И как думаешь, что будет дальше? Очень сложно сказать, потому что даже если вот мы сейчас все это обсудим и скажем, что надо развивать взаимодействие. Ну мы это просто между собой поговорили. Ну не, я к тому же, смотри, вот надо типа развивать взаимодействие, да? И если вдруг нас кто-то из правительства услышит, такие, окей, точно, надо вузам сказать, чтобы они развивали взаимодействие. Спустят это сверху, в вузу нужно будет очередные бумаги готовить, что они взаимодействуют, они их подготовят. Мы преподаватели вообще умеем делать бумаги, на отвале называется. Ну я представлю. Уже иммунитет просто, вот нам уже что-то сделали, мы такие, мы сейчас сделаем, готовы, у нас все есть, мы со всеми взаимодействуем. По бумажкам все идеально. Бумажкам все идеально. Мы соберем даже какие-нибудь там совещания, приведем, нагоним студентов, скажем, смотрите, все пришли его послушать, хотя все сидели, тыкали в телефон и так далее. Вот. И опять все будет здорово. Тогда министерство скажет, блин, надо, наверное, повышать зарплаты преподавателям. И вот так вот возьмут кучу денег, так бросят вуз, говорит, давайте. Теперь у вас будут большие зарплаты и все к вам пойдут. Ну, эти зарплаты, соответственно, опять же, разбегутся в бюрократической машине. И опять же, та же самая структура, что кандидат будет получать больше, чем специалист, который поработал там 15-20 лет, приведет к тому, что у него будет такая неконкурентная зарплата. Вот. И вот что с этим делать? А что должно быть в идеале? Как ты думаешь? В идеале. В идеале, на самом деле, сколько бы ты вообще, в принципе, человеку денег не давал должности, ему не накалывал и так далее, он не будет хорошо работать, пока это не станет его личным делом. Вот когда любой труд человека становится его личным делом, и он за него крапит, он даже за бесценок будет работать, но сделает это настолько классно. Да. И вот это тоже еще один момент, который нужно предусмотреть, то, что есть инициативные люди. У нас на кафедре есть, у нас в институте полно инициативных ребят. И не только ребят, а уже и взрослых, и, соответственно, у них тоже горит идея все сделать. Но это все упирается в бюрократию. Где-то 4 года назад я открывал, даже, да нету, наверное, уже больше, лет 6 назад, когда только пришел в ВУЗ, кружок для наших студентов. Ну, типа, пришли, посидели, поболтали, я позвал там друзей, специалистов, они что-то студентам рассказали, соответственно, кто ходил на кружок, знает это все. Потом прошло пару лет, и мне сказали, что нужно, что-то проводишь, а ВУЗ не отчитывается за это. Ну, типа, вот тебе бумага, заполни ее, пожалуйста, и отчитывайся за каждое мероприятие, которое ты сделал. Я один год отчитывался. У меня было всего лишь 12 встреч со студентами, но я потратил, наверное, просто уйму времени, заполняя вот эти бумажки, в которых мне сказали, подожди, ты же проводишь кружок для студентов, а значит, они должны участвовать в Олимпиадах. Какие Олимпиады? Я говорю, мы просто поболтать встречаемся. Значит, они должны там куда-то еще ездить выигрывать, на какие-то мероприятия ездить. Я говорю, да нет, это кружок для другого. Говорит, нет, нет, нам нужно отчитаться, чтобы было это. И в итоге любая инициатива, которая исходит снизу, она опять же упирается. Но это будет всегда. Это всегда будет, это в любой крупной структуре будет. Вопрос в том, как повышать мотивацию вот этих людей, которые хотят что-то сделать, и у них есть ресурс. И, конечно, в первую очередь, это должна быть инициатива от тех людей, которые есть в ВУЗе. Они должны начать общаться со специалистами на одном языке, с другими фирмами, с фирмами-производителями, уметь рассказать про себя и так далее. И вот когда вот это взаимодействие налаживается, и потом это взаимодействие переходит в общение со студентами, даже на лекциях, я там поговорил с Виталианом, вот, знаете, такой есть блогер Виталян. И вот мы с ним обсудили очень классный момент по монтажу. Давайте его я вам расскажу, а вы потом в своих проектах всегда будете вот это думать об этом. И когда вы сделаете свой проект, он будет намного класснее, чем если вы нарисуете в одну линию какую-нибудь ерунду, и монтажник никогда в жизни это не сделает. И вот это вот общение, оно очень важно. Когда ребята приходили... Я председентах не видел, что вызвали кого-то из... Ну, во всяком случае, я не видел именно из блогеров, с кого-то за кем я служу, чтобы они выступали где-нибудь на кафедре. Вот я с удовольствием бы выступил, но я не прохожу там по-наверное многим... Смысл они идут, я у Виталиана все зау сейчас тоже. Ну, вот надо обязательно. Ну, тебе надо больше с другими ребятами, там, грязники, вот это тоже. Это вот и это вот моя надежда и мое желание вот это все вместе совместить. Потому что недоверие к высшему образованию, оно тоже колоссальное. Ну, типа, мы вроде ребят куда-то отправили учиться, кто-то там, сантехник будет, да какая разница, корочку получит и пойдет. Экономистам бабки зашибает, да. И многие ребята даже не понимают, есть ли в этом смысл обучаться дальше или нет. Ну, опять же, это зависит еще от других факторов, которые связаны с зарплатами, которые нарисованы в Headhunter и так далее, с количеством мест. И когда человек вроде приходит, ему говорят, что ты устроишься на любую работу, ты станешь экономистом, будешь зарабатывать деньги, ему надо просто зайти на Headhunter и посмотреть вакансии, которые есть. Для сравнения, я тоже сегодня посмотрел статистику, говорят, там, сейчас программисты, нужно везде, айти и так далее. Но они действительно нужны, и это в Headhunter, опять же, или там работа, можно зайти увидеть. Но если ввести инженер, ну, такими клише обсуждать, просто инженер и просто программист, то инженеры требуются больше. Хотя почему-то в каждую образовательную программу не включаем инженерной науки, как у нас с программированием. Вот. И, короче, я считаю, что самое главное, это вот эта сама мотивация, которая есть у людей, и находить вот эти мостики соприкосновения не через верхушку, не через администрации, а находить напрямую со специалистами, приходить в фирмы и общаться, дайте мне поговорить с проектировщиками и так далее. Как это был устроен, опять же, в прошлом веке? Преподаватели, которые работали в ВУЗе, они работали, по-моему, два или три года, потом их на полгода отстраняли от образования полностью. И на полгода их отправляли на предприятие, к проектировщикам, к монтажникам и так далее. И они с ними работали полгода. И потом приходили, ну, это хороший путь. И они сами уже знали, и они знали, с кем взаимодействовать потом. А сейчас у нас как бы, ну, типа, вы учите, учите. Ну, и ты всю жизнь учишь. Да. И ты просто учишь, и все. И ты учишь тому, чему тебя научили. Да. А сколько времени уже прошло с того? И даже сейчас, выпустившись из ВУЗа в 12-м году, 10 лет назад, я понимаю, что тогда то, что мне давали, если бы я остался на том этапе, это было бы максимально устаревшее все. Это, может быть, только сам подход технологический подходил бы, именно образовательный процесс, чтобы мы так делали. Ну да, методология. Методология, да, правильно говоришь. А само все вообще, все другое. Абсолютно. И это даже не устраивает рынок. И нам нужно постоянно развиваться. А как думаешь, насколько мы опаздывали? То есть, насколько практики отпадают от учителей теоретика? Теоретики всегда будут опаздывать, потому что пока информация доходит. Я понимаю, насколько ты думаешь? Тут надо смотреть. Ну вот смотри, мы сейчас в течение последних полугода разбирали отопление в частных домах. Да, вот как ты думаешь, насколько мы впереди, как практики, на той теории, которую дают, вот, ну, грубо говоря. Ну, ты имеешь тут той практики, которая нужна для тех же проектировщиков? Для тех же, для того же самого. Нет, ну, поскольку я читаю отопление, конечно, мы вообще не отстаем, ребят. Вот, но в целом могу сказать, что, блин, вот по годам сложно сказать, потому что даже технологии развиваются, они вот очень так волнисто. Мы сидели на стальных трубах, да, огромное количество времени, а потом, бах, появился полипропилен или там металлопласт. Потом сшитый полиэтилен. Я не так, хоп, а в какой-то момент появились, и сейчас во многих вузах учат действительно старым трубам. Вот, у нас понятно, что мы это уже перешли. Но говорить, что вот мы сейчас учим там, что можно проектировать на шитом полиэтилене, это что-то новое, это тоже ерунда, потому что уже прошло 15 лет, дай боже. И это уже тоже относительно устаревших технологий. Поэтому я считаю, что отставание лет в 10-15 это еще нормальное отставание. Не только в 10-15, потому что имейте в виду, что то, что получает сейчас студент в знаниях, это часто то, что получил преподаватель от своих предыдущих преподавателей. Да. Те, которые получили от предыдущих, то есть отставание может быть чуть ли не в два поколения, это 50 лет. Вот, и, конечно, мы должны убирать этот момент очень серьезно. Вот, поэтому сложно говорить об отставании, опять же, вопрос инициативности преподавателя. Хочется им это объяснить интересным, самоспециальным. Да, разница есть. Я просто не представляю, как это делается, откуда-то сверху приходится, ну, Талмуд вот так учи, или все-таки преподаватель может, ну, он 100%, да, наверное, ну, свои какие-то знания же вкладывает. Нет, однозначно, нет, Талмуд не кучится. Где-то учится и так далее. То есть, вот программа, вот как ты, откуда ты берешь программу, по которой ты учишься? Я просто в институте еще в должности, там, за образовательные программы, ну, типа, составляем прям учебные планы для всех четырех лет условного обучения, расписываем сколько часов рабочие программы, какие дисциплины, эти дисциплины разрабатываем и так далее. Но мы их разрабатываем, исходя из профессиональных стандартов. Есть такое целое количество документов. Ну, вот. Мы берем огромное количество профстандартов и пытаемся, и федеральные, и государственные образовательные стандарты, и пытаясь их взаимодействовать. В ГОСА нам говорят общие слова о том, что сколько должно быть физкультуры, истории и так далее, а профстандарты говорят нам о специальности, что там должно быть. И мы пытаемся наложить вот эти знания, навыки, которые напишут в профстандартах в наши рабочие программы. Да, профстандарты, ведь мы, вот то, что мы рассматривали, в самом случае, по отоплению, помнишь, с тобой мы разговаривали. 16-го года. Да, то есть, что человек, который опрессовывать может один, кран открывать другой и так далее, то есть, это абсолютно разные люди. А по факту это делает один и тот же человек. То есть, профстандарты, они же у нас просто пришли, грубо говоря, из методологии советской. А в советское время у нас как было, вот мы, как раз, Женю, вчера это обсуждали, что, типа, второй, третий, четвертый, пятый, шестой разряд. Да. Почему мы сейчас не можем это сделать? Почему не подходит? Да потому что, когда это была предыдущая модель управления, мы, грубо говоря, все были в одной огромной организации под названием Советский Союз. Да. И вот там мы могли строго выстроить правила игры, сказать, что вот ты будешь второй, ты третий, пока ты не отучишься, это сделаешь. Сейчас огромное количество частных организаций, частных предприятий, частников, монтажников. Как ты им будешь сдавать разряды? Сертификации? Сертификацию можно сделать, но потом все пути обхода ее тоже найдут. И будут просто покупать за пять тысяч тот же самый шестой разряд. Ну и какая разница? И вот это как раз тоже одна из проблем, что мы вроде как берем профстандарт, в котором написано вот эти вот разбиения, и вроде как бы функции есть. И даже функции есть, да. Функции реально, что делает, и некоторые даже хорошие, актуальные, некоторые его, конечно, работа с некоторым инструментом там явно ушла. Ну вот. Но и мы вроде как готовим под какую-то идеальную модель прошлого века. А это опять же не подходит. Это не подходит, и получается, что, ну, пока что не подходит. На этом закончили. Короче, мы берем учебные программы, составляем, и пишем рабочие программы. Каждый педагог, который ведет свой основной курс, пишет рабочую программу дисциплины, в которой он должен выполнять определенные там требования по профессиональным компетенциям, которые мы составили из этих планов. Но потом же преподаватель, который это берет, что он? Он берет предыдущую рабочую программу, которая была, опять же, при специалитете, смотрит примерное содержание и вставляет. И примерно подгоняет под эти шаблоны. Как я сказал, наши преподаватели умеют подгонять под любое просто, все, что нужно, как и надо. И получается, что если у него нету мотивации сделать что-то новое, и его не отправляют на предприятие, и он просто работает там 15-20-30 лет в ВУЗе, он может научиться классно говорить. Да, но он даже и не хочет, и не знает, что нужно добавить в этот курс, чтобы это было нужно. Бывают вообще случаи, когда наших студентов начинают учить педагоги, которые уже сами знают больше, потому что они там поработали пару лет в организации, и в магистратуру они приходят, значит, им преподают, а магистра говорят, типа, нет, ребят, сейчас уже не так. Вот, поэтому практика, она показывает, что мы реально можем в чем-то отставать, потому что, ну, наверное, это лень человеческая, она как бы абсолютно. Где взять мотивацию, не знаю. Где ее берут люди, которые все время где-то крутятся, понять не имею. Но, скорее всего, это когда твой труд становится твоим личным делом. Откуда на самом деле появилось, что, ну, сейчас студенты подтвердят, конечно, что я их мучаю, обижаю, отчисляю, вот, но почему так? Потому что в свое время ко мне пришел мой выпускник и сказал, слушай, мы на работу взяли, парень у себя учился, выпустился на дипломе. А почему он не знает? Ну, и начал мне перечислять. А я такой думаю, а действительно, почему он не знает? Ну, да, он у меня был на дипломе, там, один год, я как бы формально, может быть, подошел к каким-то моментам, не уточнил знания, но ведь я взял человека, который потом моей фамилией разбрасывается и говорит, а вот не моей, ладно, моей, МГСУ в целом он бросается и говорит, а вот меня там так научили. И ты понимаешь, что, блин, а ведь действительно, это же я его так научил, и мне с этим работать, и мне работать с тем, с кем ему работать и так далее. А значит, все-таки это стало моим личным делом, и я понял, что мне надо выпускать классных специалистов, а значит, надо с них больше требовать. И вот, собственно, вот такая мотивация у меня появилась. У других людей мотивация, ну, я не знаю, ну, честно, ну, я даже не представляю, как это можно сделать. Слушай, ну, получается, монтажники частного сектора на данный момент обречены на какие-то маленькие академии и так далее, то есть государственной истории вряд ли будет в ближайшее время. Государство выделяет огромные средства, ресурсы и просит модернизировать техникумы. Но кто это будет делать? А почему никто не берется? Неинтересно, финансовая модель неинтересна. Деньги выделяют огромные. Кто будет этим делать? Мотивация никакой нет. Почему? Ну, а чем-то может замотивировать человека что-то делать. Деньгами? Ну, нет, деньгами нет. Да, тоже деньгами ты вбросишь. Деньгами до 2 месяца. Деньгами до 2 месяца. А потом еще бюрократия рассосет эти деньги, не дойдет до исполнителя. Сроки маленькие, надо срочно все делать, как всегда. И у нас есть действительно программы. Ну, я говорил, что мы в отрыве, а на самом деле мы вот сейчас начали определенную программу по работе с техникумами. Мы готовим для них определенные предложения, что надо сделать. Но смотри, вот, например, мне приходит эта задача, да? Давай-ка сделаем нормальный техникум, Сереж. Вот, ну, пора. Я такой, ну, в принципе, можно было. Но что для этого нужно сделать? Мы должны пройти на предприятие, реальное производство, с реальным сектором пообщаться, понять, что сейчас нужно. Потому что я преподавал в ВУЗе долго, и я знаю, что нужно проектировщикам. Что нужно в монтажных организациях, я косвенно знаю, но не настолько. И мне надо ко всем прийти. Для этого мне нужно прийти к ним с каким-то опросником. Я прихожу с опросником, и они говорят, слушай, ты с ума сошел? У нас работы полно, а ты хочешь, чтобы мы счет заполняли? Говорят, да найдем мы там себе монтажников и так далее. Получается, что у меня знаний и практики такой самой нету, глубокой, чтобы я прямо вот идеально все расписал. Ее ниоткуда мне не дадут. Даже если сверху спустят, что вам нужно срочно этой организации заполнить вот этот шаблон, чтобы мы сделали специалитет, они сделают точно так же, как делают все. Они возьмут эту бумажку и формально ее заполнят. Или возьмут старую бумажку, которую они год назад заполняли, и точно так же заполняют. В итоге, это спускается мне задача. А ведь надо же что-то делать, модернизировать. Что сделаю я? Я возьму старый учебный план в техникумах и поменяю пару фраз. И скажу, я его обновил. Или там добавлю какой-нибудь стенд. Все, мы это сделали. И вот мы все время выпираемся в то, что нету людей, которым это интересно. Нету сообществ строителей, которые радеют за это дело, чтобы это было. Есть отдельные лица, которые, может, и пытаются что-то сделать, но в глобальном они мало чего могут куда-то изменить. И это заложники техникумов. Другая проблема. А почему эти техникумы не могут сами заняться? Ну, вроде как они же готовят специалисты. У них есть практика. Так вот, в техникуме, как правило, работают, не буду говорить за всех, опять же, есть классные техникумы, но не очень большое количество прям специалистов. Не очень большое количество специалистов, которые пришли из производства, таких вообще мало. И мало людей, которые тоже инициативны. Потому что я в техникуме тоже работал, я с ними взаимодействовал. И что у нас там в итоге? Тетушки, бабушки, которые начинают студентам техникумы рассказывать. Ну, я вот просто с виду смотрю, и все, да. Мотивации ноль. А потом к ним, к этим тетушкам, бабушкам приходят, говорят, а вам теперь нужно сделать что-то современное. Только вы вот заполняли 50 бумаг, а теперь надо 100 еще заполнить. Ну, что они сделают? Они возьмут и сделают все то же самое. Было и сказать, что мы обновили. И какая-то обреченная история. Обреченность. Я, честно говоря, очень много думаю о том, что нужно делать, как мотивировать, непонятно. Потому что как только собирается больше двух человек, да, начинается хаос. А там собирается много больше, чем больше. А и там собираются те, которые вообще к этому никак не относятся, что самое обидное. То есть ладно бы профессионалы собрались, переругались и что-то сделали. Так там никому ничего не надо. Все, но идет вот так вот. Вот. Поэтому, да, к сожалению, я вижу, наверное, другую немного модель. Мы можем ходить в запад и так далее, как угодно. Но если нам нужно беречь нашу профессию строителя, то это должны быть крупные объединения, например, монтажников. Есть у нас объединение проектировщиков. NoPrize, например. NoStroy строителей. Вот. Вот они тоже уже немного забюрократировались. Но если мы понимаем, что нам нужно будет своей организацией кого-то звать, то, соответственно, нужно создавать сообщества, которые будут влиять каким-то образом политически, профсоюзными, я не знаю, способами на техникумы. То есть это сообщество прямо приходит в техникум и говорит, ребят, вот эту мы убираем профессию, а вот эту мы ставим. Ну, вот смотри, как я вижу, сейчас на данный момент можно купить любой материал любому человеку, что нельзя сделать на том же самом западе или в Германии, в Европе, в Европе. То есть Европа, Америка, да? Ты можешь купить в DIY-сетях всякое возможно, но ты не можешь купить профессиональное оборудование. То есть ты не можешь купить какой-нибудь чиллер, сплит или там что-то еще, если ты либо компания, либо у тебя есть сертификат о том, что ты имеешь право с этим работать. У нас, будучи мной или там тобой, ты можешь пойти и купить все, что угодно практически, любой чиллер, любую вентустановку, любой. И потом, когда ее начинают, там те же самые монтажники вешать, которые не то, что про безопасность не знали, то есть они вешают их на дешевые кронштейны, которые потом отгнивают, эти блоки падают. Они делают целую кучу ошибок в отоплении, то есть там не те трубы поставят туда, не те диаметры и так далее. По той простой причине, что вот это как раз-таки не образованность. Где-то что-то слышали? Плюс YouTube очень хорошо нам помогает, там есть все, что хочешь. Можно на пропеллен с помощью зажигалки, резьбу нарезать. Нормально, а другой снимет, расскажет ему, почему он неправильно, не той горелкой, не в ту температуру делал. Ну как бы, то есть там контент такой, здравый есть. Вот. И получается что? Что на законодательном уровне этот хаос, на мой взгляд, может измениться только тогда, когда перестанут как минимум, хотя бы для начала. Пускай по-сервому покупают, но официально нельзя будет купить материалы, на мой взгляд. Это самое первое, что мне кажется, нужно менять. То есть для начала нужно закрыть доступ к этому рынку, но только тогда некому будет работать. Потому что подавляющее большинство моего окружения, настоящих монтажников, не имеют либо среднеспециальное образование поваров, кого-то там непонятно кого, вот, а работают по постройке, юрист, ну короче. Либо вообще никакого образования не имеют. То есть вообще, от слова совсем. Там у некоторых даже 10 классов нет. То есть просто они сразу пошли и пошли, 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 все. Эти люди продают, покупают и так далее. Вот. И причем некоторые из них действительно профессионалы. Ну, понятное дело, что в общей своей массе, тут еще как ценник-то поднимется, а поскольку у нас, типа, если вдруг так сделают, да, у нас поднимется ценник на монтажные работы. И кому-то это будет хорошо, а для кого-то это будет смертельно. То есть, в принципе, для отрасли. Это тоже тупиковая такая штука, но мне кажется, что начинать нужно оттуда. Вот с таких маленьких законов. Потому что если бы даже такой хоть какой-то маленький-маленький постановление появилось, то, на мой взгляд, все равно люди бы задумались хотя бы. То есть и начали бы хоть чему-то учиться. То есть и так далее. То есть, еще раз говорю, что в каждой, в каждой большой компании, вот я сейчас много с кем общаюсь, у них есть корпоративные университеты. Даже не знал, что такое есть понятие, а корпоративные университеты. Ты приходишь в любую компанию, и ты проходишь какое-то обучение. Я уже молчу про тех ребят, которые, а кто крутые на рынке, вентиляционщики, отопленцы и так далее. У них вообще это жестко. То есть у них ты приходишь на определенный там оклад, два месяца испытательный срок и так далее. И за это время тебе вдалбливают вот эти все технические... Это в лучшем случае. Это в лучшем. На государственном уровне, наверное, такого не бывает, но участников такое есть. Потому что они бабашкой, типа, отвечают за это. И, соответственно, только ужесточение законов может помочь хоть как-то наладить образование. Ну, мне так кажется. Да, но любое ужесточение законов, или бюрократии, или еще чего-то, приводит к способам нового обхождения их. Да. И тут опять же стоит вопрос, что русский пытливый ум, да? У нас же убрали сейчас в связи с этим всем. Вот там вообще там много очень убрали того, чего был. Там всякие там, как их там, гост, не гост, а как это есть. Ой, блин. Скажи мне, серый. Ты про нормы? Да, у нас с НИПа были. С ВОЗОЧИСРОВ. Что? Были с НИПа, сейчас своды правил. Своды правил. И убрали еще много чего из вот этих вот СРО, не СРО. Сейчас гораздо проще стало. Ну, было лицензирование сначала, потом сделали СРО, потом сказали, что СРО не обязательно, если там до миллиона рублей, по-моему. Да, и в общем, в конце концов, то есть сейчас вообще, то есть, можно вот... Мелкие работы... Все, что хочешь, да. На частном рынке вообще все, что хочешь. Да. То есть, а если бы хотя бы там, ну, штрафы сделал, я не знаю, короче, как, но так, чтобы если ты не смог защитить свою специальность, ты не мог этого делать, вот это было бы идеально вообще. И дальше бы уже, во-первых, это стало бы небольшим интересом бизнеса, потому что появилось бы много академий, потому что финансовая модель любой академии сейчас, ну, она практически невыживаема, потому что, ну, просто там, ну, нерентабельно абсолютно. Да, нерентабельная история и все. И здесь, как бы, если нет поддержки от государства, если это только частная лавочка, какая бы она тру ни была, она загнется, сто процентов. Вот как бы, ну, я такое много где вижу. Это то самое сообщество, которое должно в итоге прийти к тому, что есть крупные заказчики, и они не допустят никогда монтажников с улицы, пока у них не будет сертификата от этого сообщества. Да, да. И вот это важный момент. И чтобы получить вот этот сертификат, так просто не получишь. И вот это сообщество, по идее, должно и быть университетом опять. То есть мы как бы к нему пройдем, но поскольку он сейчас... Потом я опять с вами бюрократия и все занял. Да, и все пока не станут большими, все сразу, пока ты маленький, ты труп. Очень интересную книгу сейчас читаю, «Модель русского управления», и там, короче, у нас два этого режима, да, мы мобилизация и распределение ресурсов, либо деградация, мы ничего не делаем. И вот у нас постоянно, когда едят какая-то движуха, мы тратим кучу ресурсов, мы там убиваем русские жизни в плане, что сложности там всего этого прохождения. А потом, соответственно, мы что-то сделали, классно, остановились, вот теперь давайте так, и мы начинаем ничего не делать, обрастать бюрократии, расходиться. Вот в какой момент мы хотим находиться, непонятно. Кто-то хочет больше поотдыхать. И будет сопротивляться, и ничего не менять в своей рабочей программе дисциплины до тех пор, пока он не умрет, потому что вот не хочу ничего менять, мне и так хорошо, я все бумажки пишу. А другой хочет наоборот, надо все время что-то менять, он будет там ночами не спать, переписывать там какие-то конспекты свои старые в новые превращать, презентации делать. Но он будет требовать к себе очень много, и к другим тоже. В каком режиме мы хотим быть? Да, вот это вот и сложность. Мы сейчас очень долгое время, наши все бюрократические структуры находились именно в таком режиме заплывания журком. Как из него выйти? И надо ли вообще это? Потому что это, опять же, вот мы всегда говорим про оптимизацию, да, там в каких-то бюрократических структурах. Мы сейчас искусственный интеллект поставим, значит, людей так много не надо в этом аппарате. А куда эти люди пойдут? В глобальном государстве. В стройку? А здесь у нас опять свои сертификаты. Вот, поэтому я считаю, что процесс, мы никогда не пройдем к чему-то идеальному, знаешь, такой в статичной фигуре, что вот такая вот статичная модель, она постоянно должна быть динамична, должны появляться академии, сжираться другими, появляться третий, и это все время в движении. И только вот в таком движении и в помощи государства, все равно в этом, в любом случае, или адекватном взаимодействии с крупными организациями, получатся классные специалисты. Потому что они просто... Плохие академии не выживут. Плохие заказчики, которые не берут сертифицированных любителей, тоже не выживут, потому что их сожрут. Вот это идеальная, наверное, модель для специалистов. Но она будет губить много людей тоже. Те же ребята, у которых нет ни сертификатов, ничего. Они живут в глубинке, и может быть, они даже не классные профессионалы. Но они нужны. Должна быть программа, чтобы помогли, научили. То есть, вот еще раз говорю, если мы говорим на государственном уровне, ну окей, понятное дело, что не все могут приехать в Москву, не все могут там... Он даже оторваться от работы не может, потому что надо зарабатывать деньги. Да. И получается, ему надо что делать? Стипендию платить. И мы опять приходим к вузу. То есть, вот она конечная структура. Просто фишка в том, что, да, вузы под заплыли журком. И мы немного не всегда довольны тем, что происходит. Или технику мы заплыли журком. Или просто туда непрестижно идти. Нету времени специалистам классным идти. Финансово невыгодно. Ну вот мы пока вот в этом застойном. Какой фактор сыграет, непонятно. Может быть сыграет тот фактор, что... Он думал, что долго еще вот так может быть. Так может быть еще и 50 лет. До бесконечности. Абсолютно до бесконечности. То есть мы всегда будем... Кому нужно тут научиться каким-то образом. Да. Пускай он-то будет, у него много времени займет это все там. Да. Но пока... Но если мы начинаем говорить о том, что все-таки профессионалы начинают сильно отрываться от того, чему учат в вузах, вот этот диссонанс, он начинает всегда возникаться на тех же мероприятиях, как, например, Акватерн. Да. И на Акватерне мы начинаем общаться, и есть люди, которые там просто суперклассно есть. Нет, но Акватерн это еще хороший пример. Акватерн это отличный пример. Там большая часть все равно практиков, и даже те люди, которые занимаются компанией, которые продают, они гораздо ближе к монтажникам, они гораздо ближе к объектам, потому что они с ними взаимодействуют, понимаешь? Они не взаимодействуют с теми, вот кто учит тех, кто взаимодействует на обычных объектах, у них те же самые проблемы. То есть, получается, все академии, которые, допустим, на Акватерме есть, они все равно гораздо ближе к монтажнику, нежели система государственного образования. Да, совершенно верно. Вот. Поэтому я и говорю, что вот именно вот эту прослойку между ПТУ, университетом, заняли вот эти вот маленькие академии частных компаний. Да, совершенно верно. Вот. Но они заложники своих этих самых, и это большая трудность. То есть, как бы, вот. Потому что ПТУ учиться вообще невыгодно, и непрестижно, окей. Да, назовем. В университетах не каждый себе может позволить, а даже те, кто могут позволить, когда выходят. Какой процент работает по специальности? Слушай, если я говорю про своих студентов, у нас выпускается... Большой процент. Почти сотка. Реально у меня почти все идут в специальность. Другое дело, что они выграют со временем, это тоже проблема, есть отдельно. Но это про проектирование не будем сейчас. Вот. Но, говорю, если у меня... А если ПТУ, прикинь, не выходит, они вообще 90% не работают. А потому что их детей берут. Детей берут, потому что либо необеспеченная семья, либо они боятся, что их ребенок не поступит в ВУЗ, и какую-то корочку все равно надо. Их туда бросают. И я с этими ребятами, я говорю, в техникуме работал год, очень разные ребята, кто-то прям вот совсем из плохих семей, кто-то прям вот пришел чему-то научиться, и совсем нужно свой подход. Но это все равно дети. Мне студенты-то еще не все понимают, зачем они пришли учиться. Ты им на втором курсе задаешь вопрос, ты вообще какую специальность пришел звучать, он тебе начинает перебирать все инженерные системы, которые существуют. Ты говоришь, подожди, у нас вот это, вот это, вот это. Потому что он просто пришел, он хотел, может быть, быть строителем. Вот он пришел на профиль строитель, и так получилось, что он попал в инженерные системы, волей и случая. И это уже люди, которым лет 20, они еще не знают, что они хотят. А там вообще... В техникуме добирают 16 лет, если не меньше, там с 9 класса еще можно набирать, там 14-15, по-моему. И это же вообще, они вот так вот, у них в голове хаос. И никто, главное, никто не приходит в эти техникумы, рассказать им, что вы обучаетесь престижной вообще-то профессии. И это клевые ребята. И если вы вот такими станете, вы обеспечите себя на всю жизнь с профессией. И это вот... И теперь, короче, давай я немного поддепрессивничал вначале, да, вот то, что, о, что-то у нас ничего не будет, там. Сыдаватели хорошим на самом деле сейчас очень интересное время возможностей в этом плане. Потому что все вот эти бюрократические структуры показывают себя несколько неэффективными. И я не хочу сказать, опять же, что там наш вуз, там плохой, у нас там бюрократия. Нет, у нас очень неплохо поставлено. У нас реально один... У вас один из лучших университетов в России. Да, он реально классный. У нас все пытаются вложить в общее дело. Ну, приходится с этой бюрократией бороться, что-то делать, подстраиваться. Это все равно. Вот мы все равно выпускаем, реально специалисты и так далее. И вот это вот время возможностей, когда у нас есть свободный интернет, где мы можем прийти... Вот я не знаю, я еще когда учился, я не мог представить, что я могу прийти в какую-нибудь организацию просто и сказать, слушай, ну вот у меня такие вопросы, я хочу обсудить и так далее. Сейчас в этом плане и люди стали более открыты. Ты можешь написать на почту любой организации и сказать, я вот такой-то, такой-то, можно я к вам приду просто пообщаться? Я хочу пообщаться. Ну, мне понятно, проще. Там скажу МГСУ препарат, они такие, опфу, конечно, давай. Вот, обсудим. Вот, и вот этот вот момент открытости взаимодействия людей, которые могут создавать свои сообщества и важности ввести диалог с друг другом может привести к тому, что мы просто пересмотрим нашу модель. И люди, которые сидят на местах и замученные бюрократией и так далее, они поймут, что, блин, вообще-то что-то строится интересное. И он эти все бюрократические моменты искусственно, физически, просто отбросит, не будет делать. Он будет заниматься чем-то продуктивным. И это всегда гораздо лучше. Потому что, когда у нас кто-то активный что-то сделал, министерству это понравилось, министерство спустилось сделать всем точно так же, никто не сделает так же. А вот когда ты включаешься в процесс бесконечного общения, совершенствования и так далее, ты начинаешь сам придумывать что-то новое. Кружки, ты там везешь кого-то на завод кому-то, ты приглашаешь специалистов и так далее. И вот эта вот открытость, она создает возможность качественного преобразования и студентов, и выпускников, и нашей отрасли, повышения ее престижа. Вопрос, что вот этот конец надо сделать. Но люди голодны к общению очень сильно. То есть, потому что вот могу тебе сказать так, вот мы на Акватерме выступили, мы сделали там общий чат, туда залетело 370 человек. Ты сидишь в чате? Нет. Короче, за выходные, вот за выходные я читаю, 2000 сообщений, 2000 сообщений, мужики, все взрослые, 735+, 2000 сообщений, что там только нет. Это просто жесть, чтобы я и смысл. Мы думали, ну мы будем там типа постить программу, которая у нас идет, идти в чат будем кидать. Вот где-то сейчас зайти на Акватерме, смотри, я тебе покажу. Смотри. Я только видел, что он Виталян сегодня прикалывал. Он в чате что-то прикалывался? Про одну академию. Смотри, монтажник, а потом сегодня с утра 147 непрочитанных сообщений, сейчас в сети 86, 380 уже они добавляются, было 370, еще люди добавились. Представь, уже две недели прошло. Тут типа вот, да, это только сегодня за утро, 138 сообщений, посмотри, просто можно тыкать, тыкать до бесконечности, просто. Посмотри, то есть и тут всякие схемы, узлы, люди объектами обмениваются. Ну, то есть вот это сообщество. Да. То есть просто люди, которые пришли на Акватерме, мы там разместили просто такой небольшой плакатик, типа вот у нас вот общий чат, вот это вот маленького местечка, присоединяйтесь, короче. И вот получилось, мы даже не ожидали, что получится вот так. Мы думали, что просто мы, они же будут разбредаться по выставке, типа, что у нас там такой-то спикер, мы говорим, у нас такой-то спикер, это просто, в конце концов, у нас вообще не уходили, и просто там, ну, ты сам видел. Ну, я сам сам присутствовал, да. И на самом деле вот эта фишка, что стенд, который, ну, где я стоял, это был, наверное, единственный стенд на выставке, который никому ничего не продавал. Мы просто трепались все дня. И это людям прям заходило. Им хочется потрепаться, им хочется обсудить. Они, многие думают, что они все знают, но они же не все знают. И ты начинаешь там общаться, они такие, о, ничего себе. Со мной просто поговорили. Я в каком-то сообществе, а это классно. А потом пришли мои студенты, им дали помонтировать там, собрать. Да, студенты вообще кайфанули. И они такие, да ладно. Я даже с микрофон брали, твой студент. Да, да. Ты уже ушел, да, да. Он ведет так разрослся, да. Вот. И вот это вот, вся вот эта движуха создает вопрос, как это донести до бюрократических машин, а может быть и не надо. Может быть и не надо. Мне кажется, не надо, потому что это превратит в определенную вот эту трушность, убьет, мне кажется. Да, да. Вот как она же, с теми же кружками, вот мы классно сидели, общались, а потом бюрократия. Нужно заполнить бумагу, что вы хотите участвовать в кружке. И все. Да, и потихоньку на нет ушло. Вот. Ну там еще другие вопросы. Я его еще продолжу обязательно. Сделаю. Вот. Ну, короче, это будет еще. И вот любая, если она морально, уже немного, человек 15-20. Ну. И собирается, нет, там просто, конечно, удобно. Почему это вы сделал? Потому что они сразу отучились и сразу пришли на пару. Вот так еще можно еще прикольно сделать. А это пока не все доедут. Ну, не все доедут. Ну, кому нужно, ты доедут. Это будет труп. Зачем понимаешь, что иногда один разговор с человеком может изменить его жизнь кардинально. Однозначно. Две фразы в определенном нужном месте лично в моей жизни несколько фраз определенных людей изменило мою жизнь. Вектор вот просто так. Да. И потом, на самом деле, это почему это еще очень важно для студентов именно общаться со специалистами. Конечно. Потому что я, типа, я рассказываю там, ну да, я там препод молодой, вроде там я везде и все. Но я просто препод, все равно как ни крути. Я вам, я вам рассказываю свою точку зрения. Пророков на родине не бывает. Да, вот ты абсолютно прав. И вроде да, там классно, а потом приходит специалист. Да. Вот мой выпускник, Стас, привет. Вот, он приходил и рассказывал, он работал в фирме, которая с немцами работает. Сейчас он немного ушел от этого отдела, но он проработал реально там долго. И он рассказал про немецкие нормы. Чем они отличаются в проектировании. И студент такие сидят, типа, а нифига, то есть у них, понимаешь, у них был кругозор там, а-ля деканат, потом там препод по отоплению и потом такой специалист и потом такие, блин, еще и международный уровень. Уровень мир, да. Человек просто пришел, полтора часа рассказал, все просто офигенно были. И кто-то с его, грубо говоря, вот эту вот, как стать, ролевую модель, да, и бак переменялся, все. Посмотрел, да, подумал, а вот может быть мне тоже. Да, да. Потом у многих было убеждение, что там за рубежом-то, фу, а у нас-то рассказал, как есть, да. Там, ну там свои заморочки, тоже у них классно специалисты, понятно, есть, но у них не так сильно раз это строительство, потому что у них не так много строят, как у нас в стране. Вот. Кстати, опять же, да, вот я говорил про 90 тысяч недостаток, и это только без учета, это того, что строится, а без учета эксплуатации. А у наших зданий... А субстанция обслуживания, это вообще жесть, это столько рума надо, ремонт зданий жилых, его даже непонятно, как делать на самом деле, когда в каждой квартире свои собственные, как ты стояки отопления заменишь. Это вообще открытый вопрос до сих пор. Вот. И вот в плане именно не просто стройки, а инженерных систем, это просто бесконечное непаханное поле. Абсолютно бесконечное. Вот. И, собственно, я хочу сказать, что когда они приходят, они начинают себя осознавать лучше в этом мире. и вот это надо постоянно делать, чтобы всегда было общение. Это не только со студентами работает, это работает на любых уровнях с любыми возрастами. То есть, это, конечно, чем старше человек, тем он сложнее будет. Тем он больше окаменелый, тем у него больше панцирь, и он уже отбивает все, он уже не реагирует. Да, да, да. Вот. А дети, младшие, то есть, ты, я понимаю, я знаю, как я реагирую, там, реагировал там в 20 лет на что-то, там, мне там, бах-то показали, то я как раз таки... Моя жизнь, она, это ролевые модели людей, которые были рядом со мной. То есть, вот реально. То есть, вот только вот люди, и стройка, и картон, и прочее, и прочее, то, куда я шел, это были все ребята, которых просто я увидел, и такой подумал, офигеть, вот так можно, и так хочу. Вот. Почему я говорю, что люди едят чужие рулевые модели, и это нормально? Потому что лично я, двумя знакомствами, точно сократил свой путь, грубо говоря, на десятки лет, наверное, просто потому, что я увидел, вот, грубо говоря, я считал себя, как бы я хотел себя вести, какой бы я хотел будущего человека, и я просто прицепился к нему, прям прицепился в прямом смысле, любыми способами, и получается, прошел вот этот вот, его весь путь, гораздо быстрее, чем он. То есть, я взял этот опыт, то есть, ну, грубо говоря, я не выходил там в вуз или куда-то еще, а я просто взял этого человека, его опыт, и перенял на себя. Да, это было косвенно, это было, я стал делать мастер-классы, и сейчас мне много людей пишут, Рувим, я типа за тобой, я буквально недавно вопрос в инстаграме сделал, вчера по, по зачем мне просто завалили инстаграм, оказывается, есть огромная крыша людей, которые больше десяти лет смотрят то, что я делаю, и мне очень многие написали, что типа вот я там, у меня ролевая модель, там как у тебя или это поля, и так далее. Я что-то видел в каком-то, присылал, типа вот я хочу быть как Рувим, там вот я прям иду по той же стезе. Это много, огромное количество таких, и ты чувствуешь эту вот ответственность, и поэтому как бы, ну, деньги деньгами, да, вот мы год, да, я занимаюсь академией, вот при этом мои подписчики про это даже не знают, я сейчас только сейчас чуть-чуть стал говорить об этом, что мы это делаем, потому что сейчас уже есть, что показать, вот, и как раз таки сокращение вот этого пути, из 37 лет, сейчас, на данный момент, я хочу, чтобы в следующем году показатель мы всех на всех разделили, он стал хотя бы 30-25 лет, в идеале, конечно, 20, то просто можно было бы плясать там, если бы вот на, ну, на проходили ребята, а вообще, как ты считаешь, вот идеальная, частная, небольшая академия, из чего она должна состоять, вот ты с нами год, ты же с нами даже больше, я даже больше, чем вы с нами, да, 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 вот за год многое изменилось, вот, да, что, как, ведь, ну, мы же маленькие, и, а у нас Россия там, типа там 150 миллионов человек, какая должна быть идеальная маленькая академия? Насколько она маленькая, и кто не должен ходить? Ну, она, она быстро растет, она, конечно, очень быстро станет немаленькая, это уже видно. Да, ну, однозначно, смотри, если мы говорим про академию, как тот самый показатель сообщества, который, такая частичка вот этого всего сообщества, которое создает кого-то, и, во-первых, давай, начнем немного с другого, начнем с того, вообще, зачем это нужно, ну, то есть, ты же прошел тот путь, и ты классный специалист, ты же не проходил никакие академии, и ты классный специалист, по идее, получается, академия жизнь, если смотреть, академия жизнь, 40 лет, вот именно 40 лет, то есть, ты потратил огромное количество времени на то, чтобы допустить ошибки, и с ними смириться, понять, что ты что-то делал не так, переделать, уйти где-то вообще в другую сферу, потом снова вернуться туда, сейчас тебя провело понимание, что ты прошел кучу ошибок, и ты хочешь о них рассказать условно, вот, ты хочешь рассказать, потому что ты понимаешь, что тебе о них никто не сказал, ты цеплялся за какую-то модель, ты общался с каким-то специалистом, ты перенимал его опыт, но что-то ты какую-то частичку всего не знал, той боли, которую ты пережил, и так далее, невозможно, и встает-то вопрос на самом деле в сложности образования не в том, как долго надо учить человека, сколько ему давать, макилавриат там 4 года, специалитет 5, в техникум 4 года или 6 учить, а как быстро он поймет вот эти основные ошибки, которые он может допустить, и сократить время на вот эти ошибки. Они все равно будут. Они все равно будут. Некоторые ты можешь избежать, все равно ты некоторые избежишь, но ты их не избежишь, если тебе просто скажут, так не делай, это тоже неправильно, тебе надо сказать, почему ты так не должен делать, потому что так вот, если ты сделаешь, у тебя не будет ноги там по технике безопасности, если ты там очки и перед болгаркой не ответишь, ты будешь без глаза работать, а это сложнее с одним глазом работать, или там тебе нужно будет лечиться постоянно. Если ты будешь выполнять в такой последовательности монтаж, ты допустишь ошибку, и вот если ты это уже знаешь и понимаешь, почему так оно будет, то твое время обучения может сократиться. Вот, это первый вопрос, почему нужна какая-то все-таки академия, а не только академия жизни. То есть она уменьшит твой вот этот вот срок обучения. И второй фактор, все-таки, почему это нельзя сделать YouTube. Человек зашел на YouTube и скажет, я посмотрел весь YouTube, тут все есть, это моя академия, я обучился, мне показали, так не делай. Мне сказали там, когда на полипропиленовой резьбе трубу нарезаешь, резьбу нарезаешь, типа, надо ее делать по-другому. Ну, короче, куча ошибок тоже. И, во-первых, это несортированная информация, которая не прошла апробацию, это очень важный момент с точки зрения образования. А во-вторых, во всех этих роликах не поставлена абсолютно методология образования. Она абсолютно не поставлена, это просто, это маленькое шоу, которое тебе покажут. Это, смотри, я немножко разбираюсь в YouTube. YouTube, это, во-первых, машина для зарабатывания денег и поиска. И она сделана таким способом, она сделана так, чтобы привлекать внимание и как можно дольше удерживать его. А наше сознание, к сожалению, оно сделано так, что мы не можем долго на одном и том же сфокусироваться. Абсолютно. Да, и поэтому мы получаем вот этот вот дофамин, энтерфин, быстрый, быстрый кайф, быстрое удовольствие. И ты, ты не можешь долго, ты вот, ты будешь, почему этот быстрый контент так работает, это немножко не подходит, он не подходит физи. А дальше YouTube никаким образом не проверяет полезность или какой-то достоверность информации, который там, а мозг наш опять так же воспринимает, что если человек говорит уверенно, значит мы ему верим. Ну, это вот, это вот психологическая такая. И здесь очень много вот таких но, 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 почему YouTube, я сделал огромное количество мастер-классов, очень, несколько мастер-классов, скажем так, у меня набрал более миллиона или двух миллионов просмотров, представь, какое количество людей посмотрел. И сейчас я понимаю, что в этих видео есть ошибки, сейчас я бы сделал совершенно по-другому. Да, они экспертны, но они далеки от того, что я сейчас знаю. Но люди до сих пор их смотрят и потом совершают эти же самые ошибки со знанием, что они уже знают. Ну, возможно, кому-то мы сохранили, это тоже очень такая штука. Ведь я на тот момент, когда выпускал какие-то из этих видео, я сам был как раз таки вот человеком, который только разбирался в этом. И это было не особо экспертно. И таких видео очень много. Да, да. И получается, что, во-первых, нету правильной методологии. Часто, не всегда. Есть классные блогеры, которые реально рассказывают, прям как вот по металлогии, понятно. И второй фактор, что много информации, которая создана для вау-эффекта. Да. И вот когда у нас появляется Потому что это бизнес, как ни крути. Абсолютно, да. Ну, как еще привлечет человека. Нет, даже сама… Если кто-то думает, что большие блогеры на YouTube – это не бизнес, это вообще у вас заблуждение огромное для того, чтобы снять то, что вы смотрите, вот этот контент, даже вот этот контент, который мы снимаем сейчас, это огромная, большая, большая машина, которая невозможно без кучи техники, без операторов, без всего остального. И это либо делается ради рекламы, либо ради социального капитала, либо так или иначе, то есть так или иначе это все равно делается ради какой-то капитализации. Любой контент абсолютно, даже это в том числе. Но мне не платили за это. Вот. И, короче, да, получается, что… А вот когда создается некая академия, открытая к тому обществу, с которым она общается, абсолютно. Это должна быть бизнес-модель. Это понятно, это бизнес-модель, она понятно, что будет работать только с теми, от которых она может получить какой-то результат, скажем так. Вот. Но она настолько открыта, что любые замечания, которые есть в этом сообществе, они сразу долетают до этой академии, и академия не берет ролик на ютубе и удаляет, и потом снова ставит новый, потому что она это никогда не сделает. Ну, блогер никогда не сделает, он не удалит свое видео с миллионными просмотрами, только в том, что там ошибка, потому что его посмотрели и будут смотреть. А академия и вообще образовательные учреждения, они имеют право изъять тот материал, который был недоброкачественным, были ошибки, переделать его и снова представить сообществу. И вот эта вот открытость, она позволяет достичь вот того самого консенсуса между практикой и теории преподавания в том числе. Ты просто немножко не в курсе. Допустим, у нас, мы, ты в курсе, наверное, но не может быть, не понимаешь, как это работает. То есть, то, что мы сейчас делаем, то есть, все наши продукты, которые будут у нас в академии, так или иначе, вот, а их будет большое количество, и это вообще модульное образование, любую секунду любого модуля мы, в принципе, можем переснять и перезалить, и это не заметит никто из наших абитуриентов. Это невозможно сделать на ютубе. Это невозможность в теории сделать, потому что если, ну, в общем, говорить даже не о чем. То есть, поэтому вот эта модульность и вообще в принципе онлайн образования сейчас вместе с IT-технологиями современными, оно очень сильно экономит время. То есть, если бы в свое время мне показали хотя бы долю того, что мы там сделали за последний год, я думаю, что я сэкономил бы большое количество времени, сил и всего остального. И в принципе вообще, у меня бы жизнь по-другому пошла точно. Я бы точно стрессовал эту всю историю. Да, нет, я как раз про это и говорил, что вот, а теперь представь, что вот академия закрытая абсолютно структура, она сфинансирует государство и говорит, вам нужно обучить только ребят, и вам приходят, они обучают, как это в ВУЗе. И отклика-то нет от профессионального сообщества, потому что просто кто-то обучился, и откуда ты знаешь, правильно ты рассказываешь. Но я не могу не согласиться. То есть, понимаешь, тут есть такой момент, что жизнь, она в принципе такая, то есть слабый ест сильного и так далее. Ну, то есть, это вот так работает. И, возможно, такое настанет время. И как с этим бороться, не знаю. Я очень идейный чувак и вообще в принципе вокруг нас и ты в том числе здесь, потому что ты супер идейный человек. Вот. Но когда речь идет про какие-то деньги большие, ты начинаешь выбирать. И здесь очень сложно, короче, не устоять. Поэтому люди, которые, я убежден в том, что люди, у которых не закрыты базовые потребности, не могут учить. Это любая пирамида масла, любая. То есть, если ты голодный, как ты можешь, то есть, ну, грубо говоря, ты не можешь передать. У тебя другие потребности, ты по-другому закрыт. И, соответственно, здесь проблема всех практически, если мы говорим в университетах, там преподы, в принципе, неплохо себя чувствуют, особенно, чем выше, чем у него больше вот этих регалий, тем больше. Там, в принципе, все нормально. А как раз-таки там, где учат монтажников, там, где учат вот именно в брусах, вот эти все бабушки и эти самые, они реально думают, они думают, сколько стоит там в пятерочке хлеб. И это печально. То есть, естественно, у них, ну, им не до этого. И вот тут это большая проблема, на мой взгляд. То есть, то же самое, когда, если ты являешься, допустим, преподавателем или, не знаю, там, предпринимателем, который делает академию, ты должен быть, в принципе, это не должно быть твоим единственным источником дохода, на мой взгляд. Если это твой единственный источник дохода, ты тру не будешь никогда. Даже если это выходит выше твоего основного дохода, со временем, возможно, так будет с академией, я уверен, что так будет. Вот. Но ты в любом случае мозгами понимаешь, что ты это сделал, потому что у тебя, как сказать, как бы это объяснить, что ты это делал не для того, чтобы изначально, не для того, чтобы заработать, или даже для того, чтобы заработать, но тебе это просто нравится, потому что у тебя такой порог, короче, вложений огромный, что, в принципе, к тому времени, когда ты перейдешь точку безубыточности, допустим, в нашем случае, пройдет такое количество времени, что, ну, ты на других проектах заработаешь. то есть здесь такая толка грани даже не могу свою мысль выразить до конца вот то есть и вот это вот как ты говоришь идейность она во главе должна быть стоять любого образования иначе работать не будет вот мы с тобой судили вообще больше ничего не сделаешь сверху на тебя от капу что он сделал ничего и почему опять же ты немного не прав техникумах тоже есть нормальные зарплаты не знаю но на музыка московских техникумах есть нормальные зарплаты другое дело там сидят те же самые бабушки или сотрудники которые ты выбросишь жизнь и они больше ничего не смогут делать и они трясутся за за этой работы и получается что а как их оценивают работу ты думаешь их оценивают насколько классные монтажники выходят то всем наплевать все напишут опять бумажки их оценивают по количеству заполненных бумаж и они вот трясутся и 70 процентов своего времени опять же я даже по своим расчетам я трачу на бумажке 70 процент своего времени относительно работы со студентами я трачу я не тратить на это время и если они вдруг это не сделают их уволят потому что они неэффективные не выполнять бумажки и получается опять же та же самая закрытая система которая не может адекватно оценить результаты образования не может адекватно посмотреть что там в курсе происходит профессионал никакой на это не посмотрит потому что профессионал тоже скажет меня времени нету а вот когда это становится идейным когда общество самоидейным интересно и во главе стоит этого какой-то образовательной организации организация пусть даже академия укс то это становится тем искусством которое всегда будет трансформироваться и только улучшаться потому что эта идея у всех базовый проект потребности закрыты бумажный оборот какой-то есть равно у нас тоже есть но мы же тоже там пишем программы ничего не поделаешь но это какая-то маленькая доля которая нужна нам только для того чтобы что-то делать а не наоборот что есть огромная доля бюрократии которые мы выполняем только для того чтобы хотя бы чуть-чуть научить студент вот поэтому академии это все-таки видишь это открытая структура она явно открытая нас профессионалами работает я тебя понимаю что когда там академии я уверен по твоим руководством настанет колоссальный огромный вы станете заложниками то всего вы станете заложникова тоже закрытости потому что вам будут проходить госкорпорации говорить нам обучить обучи мне главное хоть как мне все равно я отправлю вот единственное только я сделаю ремарку вот если бы это происходило еще лет 20 назад в основном бы так все организации говорили мне только бумажку получите все мы сейчас вузе проводим дополнительное образование для организаций ты знаешь насколько они привередливые специалисты это жуть вот им поставили преподаватели которые на типа так вроде теорию знает что-то рассказал так они его просто свистали а кто пришел учиться пришли учиться из крупных строительных организаций то есть пришли учиться уже люди которые там пять лет шесть работают да и они такие говорят мы в нам вот этого не хватает пожалуй да да вот нам нужно вы прям разрабатываете программы для определенных вот так по фирм да прям под них подстраиваемся что вам надо собираем специалистов но я же другой тоже бизнес это уже это уже до центовик вот здесь уже есть жилка того что эти люди уже знают что не хотят внешние дети да и они за это заплатились они заплатили своего кармана важно тогда они будут учиться это тоже потому что без паства и любой как этот учитель да ну он типа ну как бы без благодарных учеников мотивация в общении не представляю как вообще никакой да я тоже за как можно работать так вот читаю и когда там ты понимаешь сейчас идут еще заботы а мне даже мне даже бесят потому что понимаешь мне платят деньги за то что я им должен что-то вложить а я получается бесполезно трачу их время они сломали они могут ну свою как бы мне платят за это они-то блин молодые они могут все что угодно делать они могут там не знаю самолеты строить а я им полтора часа значит вот такую систему отопления вот и меня прям вот это убивает то что я трачу чужое время хотя за это мне платят ну как бы нормально вот и короче да и смотри вот играешь бизнес-модель и вот типа мол они платят деньги и поэтому они прям требуют и да там меняли преподов но и студенты последнее время по моим наблюдения последние пять лет они реально когда им что-то не так они приходят в деканат говорят вот этот преподаватель нам дает мало материалов или мы не понимаем что он говорит и наша кафедра часто изменяет преподавателя потому что он не удовлетворяет качество студентов мне кажется что общество становится опять же более открыто иногда это плохо потому что некоторые бывают открытые которые при этом не очень соображает головой но в целом это создает диалог между обществом и так далее и те преподаватели которые их будут постоянно убирать спар наверняка все-таки в конце итоге их вообще уберут потому что они у него удовлетворять потребностями вот и вот вот мне кажется вот в этом же да есть и в последнее время у меня появился один друг он аналитик и он постоянно не заставляет считать вот и мы в топор что я говорю что я высчитал возраст нашего грубо говоря абитуриента да там студенты не знаю в общем как как это назвать еще не знаю так вот мы провели еще одну выборку мы сделали посмотрели кто такие люди поколения x кто такие люди поколения как раз таки вот зумеры да z так вот почему так что студенты более копать потому что эти люди молодые ребята они во-первых умеют а платить за обучение во вторых они примерно знают куда они хотят идти даже я могу сайт приз из своего окружения а люди кто постарше они при они уже не они сидят по другому поколению x именно поэтому мы это сейчас замечаем и это неизбежно то есть я почему-то уверен что образование изменится потому что чем молодеют монтажники тем они убивают во первых старичков потому что те не привыкли там вот я знаю ребят который проектирует до сих пор в автокаде 2004 года потому что не привыкли к этим инструментом и они не лезут дальше то есть это ужас по их ним проектом работать просто же стал в молодой приходит достает айпад который он в кредит взял там еле-еле там короче брод и он тут же накидывает короче проект прям здесь же и этот проект гораздо эксперт не и по нему проще работать чем проект проектировщика с большим стажем и это как бы ну просто потому что у него то опыта гораздо больше он в принципе эксперт не он много чего гораздо больше знает но из-за того что он не использует современные системы обучения да тут чувак просто посмотрел несколько как раз таки вот этих вот гайдов от производителей в ю тубе потому что вот это очень важно смотреть вот я наш как я я считаю чем мне нравится youtube и чем почему мне некоторые компании не занимаются ерундой то есть ну вот делает компания какой-то продукт у каждой компании на мой взгляд должны быть продуктовые ролики продуктовые то есть не не надо идти за хайпом не надо делать повторять за блогерами не надо что-то еще пускай у вас будет потом четыре тысячи просмотров но про ваш продукт сухих и нужных то есть вот именно вот этих технических 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 до технических да а люди гонятся за цифрами потому что кипя и маркетологом ставят короче цифры и получается говно и получается что люди делать какие-то проекты бесполезные просто тратят целую кучу них они все равно не залетают потому что это коммерческая история в ней нет вот этого вот и получается что вот такая мешанина в головах у людей то есть я считаю что у университетов и у там каких-то там не знаю больших компаний корпорации которые влияют именно на рынок у них как раз технический контент должен быть они должны быть представлены в таких то есть то есть но ним не надо делать там не знаю всякие там сериальчики или там всякие вот эти вот хайпа вышли которые набирают до миллиона вот я смотрю сейчас ама блок советую всем вот у берега это не реклама это просто респект тем кто это придумал это просто такой крутой контент то есть казалось бы ама серия нужно там нет ясна я захожу в к там там у них 16 или 17 видео то ли под миллион подписчиков и казалось бы ты заходишь и ты видишь комментарии что люди которые еще не коснулись бизнеса пишут комментарии молодые ребята которым еще далеко до бизнеса и они уже типа вот как вырастут и по обязательно зайду к вам потому что они сделали развлекательный контент про жизнь они настолько круто сняли про строителей они настолько круто сняли про всевозможные пекарни малый бизнес средний большой на примере какого-то там бу короче тебя такая обезьяна бу и вот он там ходит короче его не какие-то приключения в геленджике и какой-то бизнес строит мега контент просто вот я прям советую рекомендую посмотреть вот и вот такое конечно нужно делать это прям крутое обучение они они не учат у них есть уама есть технический контент а именно на массовость они сделали этот проект на очень дорогой проект это несмотря на его мультяшность я просто я знаю что такое контент это супер дорогой проект очень крутой или когда . банк или кто-то там снимал про чувака короче тоже там и история молодого предпринимателя тоже ржач вообще дикий вот такие штуки я люблю когда делают они когда делают просто вот купите у нас там абсолютно прощение но и к этому уже иммунитет вырабатываются специалистов они когда-то витролика него сразу закроют абсолютно очень маленький момент вот ты чуть-чуть назад вернемся сказал вот там есть там автокаде работают уже давно и мы говорим с тобой значит что им нужно сделать повысить квалификацию и куда они придут и сейчас они приходят в вузы а вузе что а вузе их учат тому чему учили преподаватели те которых еще учили те которые были раньше этот вопрос а куда идти может быть все таки надо идти в другую структуру а куда в том-то вся история что про и маленькие академии это очень так это вот у нас а еще это будет расти конкуренция вузы поймут что они вообще-то хотя все любят голубой океан типа того тогда все это фигня в только в конкуренции рождается короче то сильные выживают и рынок получает продукты здесь происходят если ты не доделаешь академию раньше смотри в чем прикол если бы я бы захотел сделать какой-нибудь там университет ну типа того или там даже там пт у какой-нибудь да или да неважно пофиг любой класс что мне нужно было быть лет мне для этого нужно было бы помещение мне для этого было нужно целая куча там времени то есть территориально я должен был бы располагаться где-то где всем удобно и так далее то есть по сути еще 15 лет назад даже если бы у меня был бюджет который есть у меня сейчас мы в жизни бы не смогли делать ничего подобного никогда по одной простой причине не готов был рынок не было технологий что происходит сейчас для того чтобы рассказать людям как сделать вот такую котельную мне нужно помещение там 300 квадратов мне нужен определенный бюджет на съемку у меня есть интернет у меня есть айти ресурсы которые я могу сделать там внутренней сдо да понятно что далеко до идеала еще но тем не менее есть возможность такая есть возможность получается сгенерировать определенный контент есть технологии для передачи своих знаний онлайн и это не только видео да это там возможно всевозможные сервисы рабочий тетради ну короче то есть вот куча всего вот того чего было невозможно и у всех остались сейчас есть возможность к тебе подключить это стык технологии это стык компетенции то есть раньше это было невозможно сейчас это возможно и соответственно сейчас они появляются огромная же куча не то логи всякие разные там скилл бокс и скилл факторе тем и прочее прочее их просто огромное количество в дубае мы приглашали спикером недавно не получилось поехать и там была огромная выставка со всего мира собрались чуваки которые рассказывают про онлайн образование и там просто прям жесть что ну то есть я в следующем году наверное обязательно поеду вот а в этом году что как-то не срослось вот и то есть сейчас то время и кто-то как бы первый запрыгнет того этапки такая просто очень сложно конечно монтажную часть передать есть моменты да то есть учетом того что все в любом случае нужно прийти куда-то и получить технические теоретические практические знания дано ты теорию можешь ждать как никогда круто сейчас раньше это было невозможно просто никак невозможно вот так вот я думаю что будущее за этим надо финале наверно давай закончим еще на том что образование к сожалению очень сложно сделать интересным потому что важно когда ты получаешь знания у тебя внутри мозгу срастаются нейронные связи на которой организм организм тратит огромное количество энергии на самом деле и никакой организм не хочет тратить энергию и вот самое сложное найти этот консенсус что было и выделить не дофамина что это интересно полезно да и на организм тратил энергию на вот эти вот сращивание нейронных связей на как это сделать вопрос открытый на кто первый это сделать тут будет наконец ну на самом-то деле вот именно когда ты можно что-то новое мы три дня расскажу историю три дня мы сейчас у нас идет курс будет по кондиционированию бытовому и мы три дня объясняли как появляется холод вот как работает процесс внутри к самого кондиционера мы на это потратили то есть порядка там 5 6 взрослых мужиков многие из них очень экспертные в своей отрасли и мы спорили как как это показать людям этот процесс и в этот момент лично у меня дофамина выделилось огромное количество вчера ко мне подошел вадим и говорит блин круто вчера было а я просто ему написал нас интересно спускайся вот такой спустился такой потом не пишет так блять ты были кого круто реально хотя но он вообще три дня то есть весь все собрались приехали чтобы просто это это круто вот это круто это но и так вам нравится нам не факт что так будет классно с той стороны экрана вот потому что для него это уже информацию которым просто подают да и ему может быть реально ну кость надо сразу понимать когда ты проходишь любые курсы что тебе скорее всего будет скучно я смотрел сегодня видео значит один и тот же студент он смотрел звездные войны и на стулья на том же прям тоже вместе он 10 минут смотрел курс по математике и вот он смотрит курс по математике и он вертится просто все время вот ему вот так вот это исследование американских ученых там по звездные войну такси и смотрят просто не но мы же понимаем что полезно то ему знание получить фильмец посмотреть дофамин быстро дофамин быстрый да и когда человек даже вы кайфанули там мы с вами кайфанули придумали там как это объяснить не факт что им будет интересно то что для него это мультик который вроде бы что-то интересное вроде как он еще не понимает даже это интересно немножко тот кто уже соприкоснулся до понимает про что идет разговор тому интересно но и тут тоже кстати важный момент потому что тут надо не уйти в другую сферу человеку человек выделяет дофамин когда он смотрит то же самое что он уже видел и что он уже знает почему блогеры начинают блогеров смотришь да и такой типов нет чувак нравится да потому что ты это тоже знаешь а он тебе еще подтверждает что это так и вот если образование скатится только в то что мы тебе будем говорить тоже то что ты так сам знаешь то ты получишь кайф толку этого никакого поэтому тебя всегда должно быть сомнений всегда для тебя что-то должно быть новое очень сложный баланс вот образование вот в этом плане методология поведения и как заставить мозг человек включится реально открытый вопрос вот кто вот эту стезю найдет тот прям будет в той отрасли на самом-то деле это ведь боль то есть смотри любые знания которые я получал своей жизни они приходили когда ты научился получать удовольствие от чего-то нового то есть вот смотри какая штука когда у тебя нейрон делится это реально больно да это реально в голове реально проходит боль то есть когда ты что-то реально осознала потом как понял тебе бывает так что тебя же вырубает то есть вот ты когда бывает какая-нибудь сессия пройдет вот у меня какой-то разговор с кем-то или еще что-нибудь и ты осознаешь ты начинаешь понимать и у тебя ты чувствуешь реально даму с того если головную боль то есть поэтому долго не может быть то есть мясо потому что ну как бы человек не выдержит сильно много и люди очень многие не привыкли особенно чуть-чуть старшего поколения ну буквально там это наверно с 30 очки начинается но у кого как не знаю то есть поэтому стоит работать на своей башкой всегда то есть поэтому говорю всегда нужно учиться в любом возрасте вот когда это проходит все это потом не вобьешь ничего то есть человек не хочет испытывать боли все они хочет ничего новое могут нормально сидеть телек втыкать смотрит что там происходит и в этом кстати фишка образования что мы не всегда только профессии должны научиться вот как я часто говорю что после 25 мозг человека переставить тебя поощрять он скажет ты до 25 лет дожил ты не умер ты не голодный но все нормально зачем тебе это дальше что-то образовываться у меня студенты приходят 27 лет после только их давно не видел уже все жирные соответственно организм не поощряет больше не встраивается ты уже должен сам работать над своим организмом с собой так вот если ты чему-то научился 25 только это ты сможешь делать но если ты до 25 научишься учиться да то это для тебя будет как будто пищей ты будешь постоянно учиться потому что это для тебя как поесть тебе надо чему-то обучиться и тебя организм поощрить за то что ты делаешь то что ты научился делать раньше а именно учиться а это уже бесконечное поле ну да институт дает возможность начинать учиться учиться в институте учат учиться а дальше ты короче выходит в жизнь все поехали и вот это очень важный момент и к сожалению очень обидно когда в институте в любом вызывать нам ты еще искру убиваешь на первом курсе и студент уже не хочется учиться я прям всегда радею за то чтобы они до последнего курса доходили хоть с какой-то мотивацией что вот это вот прям вот не для это для чего-то потому что если уже человек с первого курса понимает что учиться я не хочу там не интересно я не поймем зачем и он не прочувствует само понимание обучения то он уже никогда к сожалению ничему не научиться то есть еще многие говорят эту фразу она вот она отсюда вытекает что чтобы стать классным во всем стань хотя бы в чем-нибудь одном классный вот в одном научись и потом ты сможешь все что угодно ты там вот ты занимался стройке потом ты стал блогером в том ты стал директором академии вот у тебя открыт только потому что ты шагов в чем-то одном ты стал очень крутой и потом понеслось и это может быть любая всегда делаю ребят кто кто только заходит профессию не надо идти ко всем сейчас вот смотри ключевая штука то есть можно есть такое понятие мастер универсал это когда ты и сантехника или как принципе рядышком да эти же ребята могут поклевать эти же ребята спокойно могут красить эти же ребята могут ложить плитку кровлю утепление и так далее очень много 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 всего что и это называется мастером универсалом а есть узко специализированы ребят то есть допустим у меня как было я абсолютно интуитивная был типа универсалом подсобником точнее везде везде а потом я увидел модель гипсокартонщиков то есть чуваки которые работают по картону и они клёвые и что случилось я говорю я хочу быть картончиком и я стал я перестал устанавливать двери перестал всякую херню делать короче я стал делать картон и так получилось что вот у меня в ростове я мне до сих пор знает и телефон не менял там дом 7 я знаю рассказывал хорош специальный прошел да ты прошел а огромный ты за один год проходишь большое количество проектов большое пока если вы писать то есть ты 20 30 40 проектов может пройти если ты мастер универсалка проходишь один то есть и ты не получишь вот этих всех знаний разных периферийных ты же видишь ты писаешь когда ты видишь 20 или видишь постоянно один вот это огромная разница поэтому советую в одной специальности действительно стать короче топчиком и потом у тебя пойдет дальше блин вот дальше вот даже ты это понимаешь хотя ты не проходил через высшее образование у нас вышел образование как у нас же сейчас нету инженера теплогазом вентиляции у нас есть строитель и говорят что строитель он должен быть универсальным да никогда мы мастеров классных не сделаем универсальным никогда абсолютно он может знать все чуть-чуть и сделать один объект своей жизни но он никогда не станет в этом классный не будет конкурентной мы должны точечно говорить узкой специализации до роли да ну смотри мне просто хотела к чему за финалитет то что мы с тобой с разных сторон к этому подходим к одному и тому же да абсолютно сразу за грамот супер раз супер и получается что в общем то вот это нас общество как раз и находится прикосновение вот а вот прослойка между высшим да там техникум и вот серединка вот она вот сливается и все все в принципе момента понимают как оно должно быть те кто нас смотрит сейчас если вдруг поймал какую-то вот долю дофамина скажем так напишите как бы вы видели интересный процесс получения образования но вдруг мы что-то применим вдруг что-то ну то есть пишите это увидят огромное количество людей во первых которые читают то что большая часть людей просто читает никто не пишет кстати вот так это статистика то есть это это прям статистика огромное количество людей просто смотрит пишет единицы типа там полпроцента то есть там вообще очень мало вот да да вот ты как бы в это я могу тебе прям по показатель своих коэффициент вовлеченности опять же это если за дело человека ты синхронизировал так вот напишите ребята также обязательно нам можно задать вопросы пишите свои комментарии пишите вопросы мы скорее всего сделаем еще выпуск с ответами на вопросы а возможно подготовимся там какому-нибудь другому формату я собираюсь ездить в мгсу в гости кстати да мне там приглашали ребята от вас вот мы с виталянов скорее всего поедем возможно с собой камеру вот может что-нибудь там заснимем посмотрим пошли раз говорили что типа было бы прикольно традиции от тех говорил кто следующего а у меня есть прям кандидатура давай вот она типа я могу так и начать разговор что типа в прошлый раз то остались не получилось слушай рубим короче в тот раз мы с тобой говорили что у тебя может быть будет такая традиция когда один с кем ты общаешься скажет с кем еще рекомендация рекомендация к следующему это очень важно вряд ли это к следующему но я тебе очень хочу прям посоветовать я обязательно приду этого человека есть моя коллега из ульяновского технического университета маршинка александра вот и она очень классный специалист по нашей специализации и она очень много уделяет внимание и и нанимают прям суды экспертизы в плане того что в жкх что-то происходит а в ульяновске очень много своих котельных зданиях монтируют их по ужасному дымовые трубы делать из воздуховодов гибких и в итоге смертельные случаи но и и призволовает на эти объекты чтобы она технически сказала что произошло у нее полно столько информации и это как раз было бы в стезе образования что мы должны говорить о том что нужно по ним понимать и увеличивать общий уровень понимания населения средств и последствий что может произойти если вот мы сейчас не будем уделять внимание сантехники почему хороший мастер опять 37 лет потому что он уже знает как нельзя делать уже понимает когда тебе 20 не понимаешь как если ты просто делаешь и все какой-то с какой-то долей вероятности у тебя получается у кого-то больше у кого-то меньше но в плюс-минус там как-то что-то идет и вот к 37 ты просто понимаешь как не надо делать в общем я думаю она много всего расскажет очень она скорее всего при этом на конференцию которая будет в апреле вот где-то в апреле может быть это даришь чтобы два раза не ездить прям очень классно расскажите мы здесь сидели пять часов она мне это рассказывает с удовольствием все выслушал и это важно хорошо ну все всем пока это был подкаст люди дела андрей за камерой как обычно у нас там всем пока